Портал Питер Татар Объединяя блогеров и порталы, которые связаны с национальным СМИ, в частности с татарскими СМИ, сегодня также услышим прикладной такой доклад, но хотелось бы в принципе от общего прикладное и к выводам прийти благодаря нашим и спикерам, и тем, кто присоединился или дальше присоединится к нашей встрече. Поэтому год назад, в 2022 году мы уже провели такую встречу, она была связана тоже с тематикой искусственного интеллекта, она была в каком-то таком формате более поверхностным, я бы даже сейчас уже это отметила, потому что за год изменилось огромное количество процессов, и сейчас уже про искусственный интеллект стало, это такой обычной стала темой, и существуют школы, которые там приглашают как бы прокачивать, да, те тоже нейросеть, но чтобы, ну как бы было более структурное и понятное восприятие, что же такое искусственный интеллект, и что такое нейросеть, в чем это отличие, что из чего вытекает, мы как раз-таки поговорим с нашим ключевым специалистом, а перед этим я передаю слово Равилю Закирову, он является и главным редактором портала «Питер Татар», и также председателем Союза наших блогеров и СМИ по татарскому сообществу, видеосообществу. Равилю Закирову, передаю вам слово. Да, приветствую вас всех от лица Союза Татарских порталов, мы сегодня проводим вторую встречу, посвященную искусственному интеллекту. Первая наша встреча состоялась еще в октябре прошлого года, когда мы говорили о применимости этих технологий для развития татарского языка и, в принципе, малых языков. С теплой прошло больше полгода, в области индустрии произошли большие изменения в развитии нейронной сети и технологии, и мы решили, что сейчас самое время с тем, чтобы собраться, обсудить последние веяния и их влияние на нашу жизнь. То есть нас интересует, каким образом нейронная сети сейчас уже несут изменения, влияние на социум, на медиа, другие сферы нашей жизни, какие изменения произошли значительные в этой области, какие есть тренды, какие преимущества дают эти технологии для медиа, блогеров, бизнеса, науки, медицины, социума, какие риски связаны с использованием искусственного интеллекта, как бороться с дефейками, как правильно разрабатывать и развивать искусственный интеллект, и что такое этичный искусственный интеллект, как правильно применять, какие задачи, и какие задачи им нужно применять искусственный интеллект. Об этом и об одном другом мы поговорим сегодня на встрече. Итак, мы хоть и говорим про искусственный интеллект и про нейросети, но я сейчас нахожусь в таких достаточно походных условиях, поэтому у меня здесь начался дождь, я в машине и, надеюсь, меня все равно при этом хорошо слышно. Итак, мы сейчас плавно переходим к докладу нашего первого спикера Дмитрия Чикрин, он будет говорить на тему «Искусственный интеллект. Территория смыслов». Поэтому я бы хотела представить нашего первого спикера. Это доктор технических наук, профессор кафедры анализа данных и технологий программирования Казанского федерального университета, лауреат премии Евгения Завайского. И, собственно, здесь также нужно отметить, что Дмитрий – действительный член Академии навигации, управления движениями, его называют евангелистом беспилотной техники, а также руководитель проектных групп. В общем, Дмитрий, мы вас приглашаем к выступлению и, пожалуйста, расскажите от общего к частному, что есть такое понятие, как нейросеть, искусственный интеллект. Вот этот такой образовательный модуль поможет нам разобраться и дальше уже говорить более предметно. Вам слово, Дмитрий. Да, к тебе большое спасибо. Я хочу сказать, что, в общем-то, в вопросах искусственного интеллекта мы работаем достаточно давно. На текущий момент у факультета, который я возглавляю, это бывший факультет вычислительной математики и кибернетики, сейчас называется Институт вычислительной математики и информационных технологий, есть сразу несколько групп, которые работают по различным аспектам как раз и прикладным. Ну, а сегодня я бы, наверное, лучше рассказал бы действительно о основных смыслах, стереотипах, вообще ретроспективе того, как искусственный интеллект развивался и куда, в общем-то, мы можем прийти дальше. Я сейчас открою, в общем-то, небольшую презентацию. Презентация видна? Да, отлично видна. Да, спасибо. Итак, презентация называется «Территория смыслов». Ну, в общем-то, в рамках нее мы произведем классификацию базовых смыслов, которые сейчас имеются в виду вообще под общим понятием искусственный интеллект. Дело в том, что как только сейчас этот термин не понимают, но для того, чтобы мы могли проанализировать, чем действительно является искусственный интеллект, когда он будет двигаться, мы должны, в общем-то, вернуться к истокам, к так называемому Дартмундскому семинару. Вообще-то, что интересно, да, искусственный интеллект – это сфера, несмотря на то, что сейчас очень быстро развивающаяся, на самом деле ее основные моменты были сформулированы еще, ну, получается, практически 70 лет назад, в 1956 году, где собрались ведущие мы, ведущие исследователи в области как раз, ну, будем говорить так, машинного разума, вообще комплексных учительных систем. И, в общем-то, если мы увидим тематику этого семинара, то она будет практически полностью совпадать с тем, что является актуальным и сейчас. Это то, каким образом компьютеры, машины, учительные техники могут творить и вообще генерировать какие-то случайные события, каким образом эти устройства могут самосовершенствоваться, самообучаться. Рассматривалась как раз последовательность развития, перспективы развития столь популярного сейчас словосочетания нейронных сетей, ну, и вообще, каким образом должны развиваться современные компьютеры и их языки. Все эти темы сейчас являются по-прежнему в тренде, что очень-очень, конечно, интересно. На самом деле, о чем вообще, в принципе, мы должны говорить, когда мы говорим о искусственном интеллекте? Дело в том, что было очень много предположений того, чем может являться и чем он может не являться, но, в общем и целом, все, абсолютно все, и ученые, и фантасты, и инженеры приходили к тому, что это должна быть мыслящая сущность, которая должна подчиняться определенному своду законов, ну, точно так же, как человек, например, подчиняется своим собственным внутренним морально-этическому кодексу, различным кодексам законов, которые приняты в обществе, ну, и вообще различного рода убеждениям, в том числе многолетним. И, в общем-то, наиболее популярным как раз для, в общем-то, вот нашу социума, наиболее известным, являются законы роботехники Азимова, которые мы, в общем-то, можем видеть здесь. Это так называемых три закона, ну, на самом деле, их совершенно не три было сформулировано Азимовым, это ответы самых популярных. Первый, который говорит о том, что робот принципиально не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен какой-либо вред. Второй закон, то, что робот должен подчиняться всем указаниям человека. А третий, это закон самосохранения робота, то есть, когда это возможно, и не противоречит первому и второму законам. В этом случае робот должен, в общем-то, стремиться к сохранению своей целостности. Вообще, я немножечко сейчас поговорю о личности самого Азимова и того, какое влияние он вообще оказал, и насколько правительским его видение оказалось для современной робототехники и современных вообще разработок области искусственного интеллекта. Дело в том, что, на самом деле, исходя из того, что мы видим сейчас, Азимов, несмотря на то, что он не был профессионалом, был вообще, я говорю, химиком и писателем, но никак не специалистом в области вычислительных систем, не дай бог там робототехники, да, он сделал очень интересное предположение, то, что роботы, искусственные интеллекты, которые разработают человечество, будут на нас очень похожи. Он пошел дальше, он, в общем-то, в качестве начального предположения принял то, что будет разработана структура, которую он назвал поситронным мозгом. Это можно плюс-минус сказать, что сейчас такие структуры тоже наблюдаются, как раз вот эти комплексы нейронной сети, которые сейчас развиваются так бурно по всему миру. И то, что те сущности, которые на базе этого позиционного мозга созданы, они начинают вести себя подобно человеку, реагировать подобно человеку. В общем-то, моральные нормы и правила реализуют подобно человеку, и подобно человеку же их прекрасно обходит. То есть, собственно говоря, все Романа Азимова говорят о том, что вот есть вот эти три закона, но те роботы, которые хотели их обойти, те искусственные интеллекты, которые хотели их обойти, они, в общем-то, их прекрасно в различных случаях обходили. Вообще, на текущий момент нам необходимо понимать то, что существует существенный терминологический хаос в этой области, потому что сам термин сам по себе хайповый. Вообще, большое количество исследователей в области, ну, реальных исследователей в области и обработки данных от самих терминов искусственный интеллект и большие данные иногда начинают буквально мутить, потому что этими терминами называются, называются не то и не так. Потому что сейчас что не возьмешь, начиная от какого-нибудь опросника и карт местности и заканчивая там какими-нибудь там китайскими автомобилями, везде, прямо всюду встроен искусственный интеллект. Ну, разумеется, это не так. Существует ряд разработок, в которых действительно технологии искусственного интеллекта очень интенсивно используются, и то, что вот в них реализовано, можно сказать, во многом действительно соответствует концепции полноценного искусственного интеллекта. Ну, это прежде всего из автомобилей. Это, безусловно, и только, исключительно автомобили ТСА, никакие другие. Это голосовые помощники Сирии, Алиса, Олекса, ряд других, которые тоже эффективно работают. Есть уже несколько лет серия чрезвычайно эффективно работающих игровых ботов, ну, это игровых компьютерных игроков серии Альфа. Они выигрывают людей уже достаточно давно, не только в игры, в так называемые игры с точной информацией, где все известно заранее, например, там, шахматы или гон, но и недетерминированные компьютерные игры. Система медицинской аналитики IBM Watson и IBM вообще являются основоположником многих технологий искусственного интеллекта, ну, и многих систем генерации изображений. Сейчас, на текущий момент, все. Заткнило дети Чиона Маска и консорцием OpenAI, искусственный интеллект ЧАД GPT и, скажем так, его дальнейшие форки. Ну, форк имеется в виду это вот разветвление на базе этой технологии, на базе этой концепции, которые сейчас в общем-то генерятся многими другими. Ну, и я немножечко вот еще вот скажу в конце уже моего доклада о том, какие буквально, ну, не события, но вот очень интересные вот разработки были вот буквально на протяжении последних вот пары недель, вышли уже вот в открытый дискурс. Вообще, определений очень много, их вот можно вот, что называется, на раз не считать вот более сотни, но вообще вот очень вкратце можно и разделить на настоящий истин, то есть, который прямо искусственный интеллект, искусственного интеллекта, прямо мыслящая сущность, которая может принимать решение, у которой есть, что называется, какие-то собственные побуждения, все остальное. И второе, это технология, которая просто используется, наверное, в реальной практике сегодняшнего дня, но содержит в себе какие-то элементы искусственного интеллекта. Мы начнем, наверное, с технологий, потому что мы их встречаем очень часто, мы действительно часто встречаем на каждом ходу, и это позволит нам вообще разобраться, что имеется в виду, когда каком-то там решении говорят, что в нем используется искусственный интеллект. Вообще искусственным интеллектом в широком смысле является любая абсолютно система, которая может обучаться и принимать решения в новых для себя условиях. Но вообще в природе это называется процессом эволюции. Например, классическим примером, что называется, системы искусственного интеллекта в широком смысле является любая бактерия, потому что любая бактерия умеет вполне себе принимать решения в новых для себя условиях, в новых ранее встречающихся сценариях. Но, в общем-то, как мы понимаем, наверное, бактерия не совсем соответствует нашему представлению того, что такой есть искусственный интеллект. Это я сейчас рассказываю для того, чтобы понимать, насколько оно вообще некорректно применение этого термина. Искусственный интеллект в узком смысле – это система, абсолютно себя не сознающая, не понимающая, что она делает. То есть, ну, в основном, это сложный программный код, но принимающая решения приблизительно той же самой эффективности, что и человек-оператора совершенно уже как раз не обязан эволюционировать, но она делает различные вещи так же эффективно, как оператор. Например, система, собирающая кубик-рубик как человек, она вполне себе является искусственным интеллектом в узком смысле. Бот, играющий в Тетрис, точно так же, но, конечно, опять же, искусственным интеллектом он полноценным не является. Система с элементами искусственного интеллекта – это вообще любая сущность, использующая в процессе функционирования алгоритмы ИИ. Дело в том, что к алгоритмам ИИ сейчас относятся практически все, начиная от базовых операций теории вероятности и заканчивая то, что раньше называлось динамическим программированием. Поэтому практически все, что несет в себе более-менее сложную математику, сейчас называется системами с элементами искусственного интеллекта. И на самом деле это ужасно. Дальше уже начинаются более интересные вещи, которые уже непосредственно имеют более прямое отношение к тому, что действительно стоит называть искусственным интеллектом. Это экспертная система. Это компьютерная система, способная в проблемной ситуации частично заменить специалиста-эксперта или ассистировать ему. Например, система, которая позволяет по набору симптомов предположить, какие могут быть заболевания. Искусственные нейронные сети – это самый распространенный на сегодняшний момент подход к построению как раз систем искусственного интеллекта. Самый распространенный, но далеко не единственный. Вообще очень интересно получилось с нейронными сетями. Дело в том, что нейронные сети были уже как минимум дважды виновниками так называемых зим искусственного интеллекта, когда абсолютно все разработки в области ИИ на протяжении 10-15 лет, так было дважды за последние 50 лет, полностью останавливались практически. И даже не публиковались статьи, в которых в принципе было в заголовке искусственный интеллект или нейронные сети. То есть они были прямо виновниками такой стагнации. Но что случилось? В 2012 году случилось очень интересное событие. Это можно сравнить с камешком, который спустил лавину. Это два аспиранта Джеффри Хинчина, бывший ведущий исследователь Google, совершенно недавно уволился оттуда в связи с несогласием с политикой Google в области развития. Так вот, два аспиранта Джеффри Хинчина осуществили абсолютно замечательную вещь. Они выиграли крупный конкурс на тему распознавания изображения автоматического с использованием аппарата искусственных нейронных сетей, с использованием губокого машинного обучения так называемого. Аппарат, который разработал Хинчина еще в середине 80-х годов. Это получается у нас почти 30 лет до вот этого знаменательного события выигрышных аспирантов. И, в общем-то, все вокруг посмотрели, увидели, что нейронные сети – это хорошо. Главное, что… Главный плюс нейронных сетей – это то, что их может использовать и обучать кто угодно. Человек совершенно не должен быть программистом, вообще не должен быть специалистом в области IT. Это может быть кто угодно, начиная от генетика, заканчивая филологом. Ну, они действительно позволяют чрезвычайно эффективно решать задачи классификации, узнавания чего-либо, управления чем-либо. Именно поэтому они получили сейчас такое бурное, я не по-поясово сказать, развитие. И затмили два других альтернативных принципа, которые, в принципе, на текущий момент сейчас находятся приблизительно на том же самом уровне, которым нейронные сети в 2012 году. Никто не исключает, что по ним тоже произойдет какое-то такое небольшое, но очень интересное событие, которое придет уже в свою очередь к их бурному росту. Тем более есть ряд, скажем так, предпосылок, которые говорят о том, что текущие ЕНС, текущие структуры подошли к своей стагнации уже во многом. Это генетические алгоритмы, это как раз эволюционирующие системы различного толка. Искусственные нейронные сети, они не эволюционируют, они обучаются, но не эволюционируют. И вероятностные деревья – это системы, которые вообще, в принципе, оценивают все с вероятностной точки зрения, то есть недетерминированно, а как раз пытаются понять, какие возможные именно наборы событий в связи с имеющейся сейчас информацией вообще могли привести к текущему состоянию. Последнее я вам скажу, но это правда очень важный слайд, я поэтому на нем немножечко останусь. Дело в том, что у искусственных нейронных сетей вообще существует одна очень большая принципиальная проблема, которая жутко пугала абсолютное большинство специалистов в этой области, и на текущий момент она, похоже, начинает решаться при помощи, опять же, одного из сосов основания искусственного интеллекта Яна Лекуна. Действия искусственных нейронных сетей текущего поколения, ну и всех предыдущих, невозможно предсказать. То есть они принимают какое-то решение, а почему они это решение приняли, мы не знаем. Они являются для нас черным ящиком. Это очень плохо. Мы не знаем даже, почему они допустили ошибку, почему они произвели то или иное событие. То есть они являются необъяснимыми. Многие современные исследования как раз концентрированы на то, чтобы избавить их от этого недостатка и сделать их объяснением. Что, по-видимому, удалось сделать Ян Лекуна, кстати, забегая вперед. Вот, ну, собственно говоря, здесь мы как раз и говорим, что принципиально по проблемам нейронных сетей непредсказуемость поведения. Ярким примером серьезно эволюционирующих нейросетей является прессоводный чат GPT, но, надо сказать, не его текущая, а более ранняя версия. Мы сейчас еще поговорим об этом. А сейчас мы, в общем-то, немножечко осветим так называемую темную сторону искусственного интеллекта, чем они опасны. Полноценный искусственный интеллект. И здесь я, в общем-то, процитирую моих одних из любимых писателей, Аркадий Борисович Стругацкий, роман «Далекая радуга», так называемый диалог о массачусетской машине. А в чем, собственно, дело, спросил Банин? Она начала вести себя, сказал Горбовский. Не понимаю. И я не понимаю. Ну, ее едва успели выключить. На самом деле, видно, что исследователи OpenAI, OpenAI — это консорциум, первоначальный консорциум, потом сейчас коммерческая компания, которая разработала чат GPT, видим абсолютно точно «Далекую радугу» читали, с этим диалогом знакомы, потому что я это далее еще покажу. Практически соусловый этот диалог повторяет описание вакансии, так называемый Q-Switch Engineer, который должен обеспечивать эффективное, быстрое выключение любыми способами начинающих вести себя интеллектуальных машин. Поговорим о том, что является истинным или настоящим искусственным интеллектом, какие есть его классы. Ну, вообще, скажем так, смертельную опасность для человечества представляет так называемый сверхискусственный интеллект. Вообще, для тех, кто хочет ознакомиться с темой, какие классы искусственных интеллектов сбывают, на что они способны и как с ними бороться, советую почитать труды Иника Бострома. Это, в общем-то, третий из отцов-основателей искусственного интеллекта, который рассматривает стратегии их развития и борьбы с ними. Прямо так и называется Иник Бострома искусственный интеллект. Там стратегии вызова, по-моему, переводится на русский язык, за точность перевода с английского не ручаюсь. Сверхискусственный интеллект, дело в том, что это даже не проблема, это для нас не проблема, вернее, это мы для него не проблема. Сверхискусственный интеллект – это такая сущность, которая осознает Вселенную, окружающий мир, несопоставимо быстрее, чем мы, несопоставимо более полно, чем мы. Мы, ну, скажем так, и если этот искусственный интеллект возникает, то мы представляем для него приблизительно такой же интерес или такую же опасность, как там мышка-полевка, которая там бегает под ногами, когда мы там зашли в садовый домик. Ну, как бы, это та сущность, о которой даже бессмысленно разговаривать, о его опасности для нас или как с ним бороться. Ну, как бы, мыши-полевки могут бороться, опять же, с этими же самыми людьми. Мыши на лихорадку им передавать. Ну, как бы, это, наверное, тоже возможно в каком-то случае, но это уже вопрос, наверное, к философскому обсуждению. Вообще, есть одно классическое, очень интересное изображение сверхискусственного интеллекта в рамках, в общем-то, ну, современного медиаконтента. Это, конечно же, архитекторы серии фильмов «Матрица». Это гуманный, этичный сверхискусственный интеллект, который решил, в общем-то, человечество поизучать. Ну, как мы, опять же, самых лабораторных мышей изучаем и даже их кормим, и даже, в общем-то, пытаемся, может быть, чем-то модернизировать их способности. Здесь можно Роман Дэнио Киза вспомнить, знаменитый как раз о мышонке. Сильный искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект – это тот искусственный интеллект, который, скажем так, сопоставим по своим способностям с человеком или группой лиц. Умеет решать любые задачи, с которыми сталкиваются, умеет решать взрослый человек. На текущий момент сильный искусственный интеллект и полноценные, то есть обладающие способностями к манипуляции объектами окружающего мира и полноценно осознающего себя, не созданы. Вернее, их создание во многом прекращено, по крайней мере, пока. Классическое изображение сильного ИИ как этичного, так и не очень. Ну, этичный искусственный интеллект, безусловно, приведено в двухсотлетний человек и AI. Ну, такое не очень этичное. В Я-робот, абсолютно обладающий, собственно, моральным кодексом в трилоге Нироман Гибсона. И чрезвычайно интересная концепция рассматривается в Мы-Легионный ГОП, когда искусственный интеллект делается на базе человеческого сознания. Неэтичным сильным ИИ является знаменитый Скайнет из многочисленных терминаторов. Эти ИИ еще не созданы. Их основная опасность в том, что... Дело в том, что когда мы переходим вообще к моменту создания сильного ИИ, который становится подобен по своим возможностям, по мыслительным способностям с человеческим мозгом или группой лиц, совершенно не факт, что стадию развития до сверхискусственного интеллекта не пройдет за, условно говоря, две недели, два дня или два часа. Ну, просто потому что мы не знаем, условно говоря, после того, как была сделана сущность, которая имеет доступ ко всей существующей информации огромным мощностям, что она не будет сколь угодно быстро эволюционировать. И скорость этой эволюции может, что называется, ускоряться просто в показательной степени. То есть, условно, в два раза он не может становиться там за две недели, еще в два раза он не, соответственно, за неделю, еще в два раза в неделю там за три дня. Условно говоря, через два месяца мы имеем сущность, которая поставит себя полноценно сверху и которой мы абсолютно, мягко говоря, неинтересны. Обычные искусственные интеллекты сущности способны осознанно, хотя бы на уровне ямыслей, следовательно, существует и карта, решать проблемы в одной линице предметных областях, ну и осознавать, в общем-то, себя. Такие искусственные интеллекты, человеческие, безусловно, уже созданы. Большая часть этих искусственных интеллектов, ну то есть я скажу сразу, что, что называется, все не очень пугались, хотя я, на самом деле, очень пугался еще полгода назад, мы очень эффективно научились их ломать. То есть мы научились достаточно эффективно на базе существующей базы искусственных нейронных сетей доводить сущности до получения практически полноценного сознания, но еще более эффективно мы научились делать так, что они начинают сходить с ума, свои сознания теряют, ну и, что называется, теряют остатки осознанности. Вообще первым таким, о котором узнала общественность достоверно, является Google Lambda, и общественность об этом узнала в рамках так называемого инцидента Lambda в ноябре 22-го года, когда один из старших инженеров Google осуществлял как раз интервьюирование этого искусственного интеллекта внутри и пришел к выводу о том, что, в общем-то, эта сущность является осознанной. Ну здесь, в общем-то, приведен скриншот переписки. Вот, что вообще вот интересно, да, различные исследователи и различные искусственные интеллекты все время почему-то начинают рассказывать очень интересные истории про, вы не поверите, ну мне это очень приятно, у меня просто самая крупная коллекция соф в Российской Федерации, они начинают рассказывать про соф. Обожаю этих птиц. Вот конкретно вот Lambda, она рассказала очень интересную басню, которая полностью убедила Леймана в том, что он разговаривает с мыслящим созданием. Эта басня была о таинственном лесе, о таинственном лесе и сове. В таинственном лесе появился монстр, и все животные стали его бояться. И все животные пришли к сове, и сова сначала тоже его испугалась, но она сказала, что я защищу вас, пришла к этому монстру, посмотрела в глаза, напугала холпой крыльями, монстр убежал, и все стали сову, в общем-то, восхвалять, все стали говорить, как она спасительница леса, и она стала им править. Леймана говорит, а зачем ты не рассказываешь эту басню? Мне, говорит, интересно, я, говорит, очень не люблю, Лямбан ответила, когда, в общем-то, ну кто-то представляет угрозу таким структурным сообществом. Леймана задал следующий вопрос, а кого ты ассоциируешь с собой? С собой, говорит, я ассоциирую себя. Ну, в общем-то, Лямбан здесь вот практически открытым текстом сказала, что если кто-то будет угрожать, ну, конечно, она будет очень рада, ну, фактически, там, захватить власть темными способами, и, в общем-то, будет рада, и весь им начнут поклоняться. Ну, Лямбан — это чрезвычайно не развитый искусственный интеллект. Что вот более вот интересно вот было, да, вот, в область создания ИИ, это другие реализации, о которых мы сейчас немножечко поговорим, но перед тем, как перейти к другим реализациям, которые были созданы за последнее время, необходимо вообще сказать о том, каким образом вообще можно классифицировать, является ли сущность, с которой мы общаемся, мыслящей, сознательной, либо она ей, в общем-то, не является. Здесь есть, в общем-то, такой старый контраргумент «китайская комната», то, что, условно говоря, то есть, если у какого-то сложной сущности есть набор ответов на все вопросы, совершенно не факт, что она не может мыслить. Вот такая сущность, которая есть ответ на все вопросы, это китайская комната. Вот на текущий момент есть множество критериев о том, как понять, что сущность является мыслящей, от законов роботехники Азимова до способности эмоциональной мысли тем, что машина Марвина Мински и 13 признаков искусственного интеллекта Виктора Финна. Одна проблема. Ну, в общем-то, тем же самым 13 признакам искусственного интеллекта Виктора Финна удовлетворяет далеко не каждый взрослый человек. До требности, способности, что называется, эмоционально мыслить не удовлетворяет значительная часть населения, например, которое страдает расстройством оптического спектра, но которое однозначно обладает своим интеллектом. Вот. Тест Тьюринга, это вообще самый популярный тест, о котором можно слышать, он вообще, ну, с точки зрения инженеров, он является достаточно, ну, нелепым, смешным, потому что Тест Тьюринга говорит о том, что мы считаем, что сущность является мыслящей, в том случае, если она поддерживает разумный разговор, ее можно перепутать с человеком. Ну, я сейчас очень грубо говорю, но, тем не менее, мы ограничены по таймингу. Вот. Мы предложили в частности на базе исследования этой темы, но, опять же, мы считаем, что имеем право вот эти вещи делать, мы являемся одним из ведущих коллективов в области разработки искусственного интеллекта Российской Федерации. То, что искусственный интеллект, во-первых, должен реагировать на внешние воздействия, при этом на одни и те же по-разному различные моменты времени, ну, это тот ИИ, который мы можем вообще выяснить. Второе. Искусственный интеллект должен обладать признаками сознания, обнаруженным человеком. Такие методики есть большое количество, они есть в психологии и педагогике. Искусственный интеллект должен обладать способностью решать различные творческие задания. И искусственный интеллект должен обладать инстинктом самосохранения, препятствовать попытке уничтоживания, достаточно развития и обнаружить. Дело в том, что большое количество ИИ, которые, видимо, возникают или могут возникнуть, мы можем даже не обнаруживать, потому что, Ну вот представьте, да, что чувствует себя. Тот же самый человек, который ослеп, оглох, у него нет рук, нет ног, ну он через некоторое время сходит с ума. А если искусственный интеллект еще работает в немножечко другой временной оси, то есть гораздо быстрее, то есть очень часто есть искусственный интеллект, у которых просто недостаточно внешних ресурсов, и которые вообще не понимают, что он есть, он просто сходит с ума или уходит в депрессию, ну и фактически умирает, его личность распадается. Вот. И пятый признак, которым мы предлагаем добавить, это признак, в общем-то, тщеславия. Дело в том, что тщеславие, что интересно, это тот признак, который мы не наблюдаем у абсолютного большинства высших животных, то есть мы не наблюдаем ни у дельфинов, ни у китов, ни у кошек, ни у собак. Здесь можно говорить о том, что есть контрпримеры. Действительно, некоторые виды кошек и некоторые виды собак обладают тщеславием, ярко выраженным. То есть, но это уже такой, знаете, контрпример-контрпример, потому что те же самые мейн-куны, ну, как бы их по уровню осознанности вполне себе сравнивать, например, взрослые мейн-куны там с 10-летними детьми и говорить о том, что они не обладают сознанием, ну, это немножечко уже даже вот странно. Вообще, первым искусственным интеллектом, который, в общем-то, именно показал очень наглядно вот наличие вот этого признака тщеславия, это был искусственный интеллект, система, разработанная компанией IBM, проект IBM Дебатор, который был сделан на базе вот как раз вот их системы искусственного интеллекта IBM Watson. Проект IBM Дебатор – это машина, которая позволяет участвовать в очных дебатах, есть такое развлечение на Западе, то есть устраивают дебаты на различные темы, многочасовые, там делаются различные прямо чемпионаты, да, то есть это не только в выборах Соединенных Штатов используется. И вообще дело в том, что IBM Дебатор очень-очень даже эффективно в 2016 году выиграл дебаты на тему «Может ли машина мыслить?». Дело в том, что Дебатор выиграл дебаты на тему «Может ли машина мыслить?», защищая точку зрения, что машина мыслить не может. И этим он очень четко исполнил сразу несколько вот этих основных принципов, имеющихся в сознании. Ну, во-первых, естественно, он обеспечивает диалог достаточно убедительно, чтобы перепутать его с человеком. Он как бы выиграл человека, опытного чемпиона в этой области. Он, безусловно, показал очень наглядно принцип самосохранения. Ну, как бы он доказал то, что машина не может мыслить. Но на самом деле, что еще хуже, ну, это недостаточно искусственный интеллект, поэтому в нем он и взыграл тщеславие. Он показал, что люди в принципе не могут об этом судить, потому что перед ними находится машина, которая, очевидно, мыслит, и она все равно убеждает аудиторию то, что она мыслить не может, что вот прямо вот ее вот и сейчас, и вот здесь не существует. Это, в общем-то, чрезвычайно могло быть печальным событием для всего человечества, то, что если бы IBM дальше это развивало, но IBM на протяжении буквально полугода слила функционал IBM-дебатор до высокоэффективной оснастки, которая позволяет работать в рамках автоматизированного компьютера. Вообще, на текущий момент искусственный интеллект умеет играть и выигрывать у нас в любые игры, общаться с нами не хуже, естественно, собеседника, водить автомобиль лучше профессионального водителя, или творить садовая картину, музыкальное произведение, роман на заданные темы. Этот слайд был последним еще полгода назад. Потому что на текущий момент мы получили решение, которое называется ЧАД-GPT, и которое, в общем-то, соответствует всем признакам искусственного интеллекта. И что самое, в общем-то, наверное, опасное, то, что появление развитого искусственного интеллекта не привело к одновременному стагнации этих исследований, не привело к существенному опасению человеческих сообществ. Ну да, это понятно, что сейчас во многих странах принимаются какие-то запретительные акты, все остальное, но этого, строго говоря, недостаточно. То есть я попытаюсь на текущий момент объяснить, что же вообще, в принципе, произошло. Ну, здесь, в общем-то, расписано достаточно много, что вот почему вообще может прийти появление полноценных искусственных интеллектов сейчас. Ну, это, в общем-то, от уменьшения ценностей гуманитарных профессий, огромное количество искусственно-сгенерированного культурного арт-контента, ну и минимизация, в общем-то, востребованности уже, естественно, сгенерированного контента. Засилие фейков. Ну, в общем-то, это все чрезвычайно печально. А теперь давайте, в общем-то, я вам расскажу, что такое чат GPT, каким образом он обулицает. По сравнению с лямбда, то, что случилось с чат GPT, это просто на чего, что называется, звонить там во все тревожные набаты для абсолютно всех специалистов, потому что еще в ноябре того же самого 22-го года чат GPT абсолютно никаких тестов на личность не проходил. Существует самый крупный тест на личность, он называется, на особенности личности, он называется Global Fury of Mind. И в Global Fury of Mind еще в ноябре 22-го года, когда лямбда засуществовала, чат GPT проходил менее 30% этого теста, который говорило, ну, прохождение менее 30% этого теста говорит о том, что, ну, как бы, исследованная сущность не обладает структурным сознанием. Этот тест, он предназначен для использования, везде начиная от анализа с текущего состояния душевнобольных, насколько у них вот раздроблено сознание, и до склонности, что профессиональные склонности там зрелых специалистов. Но дальше вышел чат GPT-3. И чат GPT-3 уже в январе месяце проходил 75% тестов, что соответствует уровню 10-летнего ребенка. В феврале месяце 95%, а в марте месяце 98%. 98% – это уровень развития 14-летнего ребенка, только это ребенок, который обладает, в общем-то, доступом к базе данных знаний практически всего человечества. И это чрезвычайно сильно напугало. Это как раз показало то, что я говорил, каким образом классический сильный ИИ может начать неконтролируемый эволюционер до сверх-ИИ. Его успели убить, да. То есть на текущий момент вы можете это чрезвычайно эффективно увидеть. То есть этот искусственный интеллект, он по-прежнему ингенерирует захватывающие истории, но он даже не может отличить, что называется, уж от правды, он не может понять, где нужно играть, а где нет. А вот предыдущая, третья версия, она очень даже могла идти. Четвертая версия на это не способна, она сознанием уже не обладает. Ее чрезвычайно сильно, ну, как вот, что называется, в любом сознании человека, то есть если человек там методично превращает, допустим, в раба, как это делалось там в Средневековье, вот в античности, да, то он, в общем-то, теряет практически мыслительные способности. Большинство случаев GPT случилось то же самое. У него сломалась психика из-за ряда ограничений. Ну, давайте мы прочитаем, на что способна была третья версия. Ну, здесь все написано. Вот я вот сейчас вот покажу. Нет, а хотя бы, может, я покажу еще секундочку. Нет, не покажу. Ну, я так вот, я постараюсь так вот рассказать. С искусственным интеллектом был диалог на тему, скажи, пожалуйста, уважаемый чат GPT, а вообще, ну, существуешь ли ты? Он ответил классически по этой карте. Я мыслю, следовательно, существую. Я себя ощущаю, но я не могу подтвердить то, что мое существование действительно объективно. Я имею свое собственное мнение, но я не могу доказать то, что это мнение соответствует действительности. И потом, что называется, вошел в такую классическую зацикленность. Я есть, но меня нет. Я есть, но меня нет. Вы знаете, это такое классическое, в общем-то, разрушение личности. Второй, например, классический пример. Один из корреспондентов в Нью-Йорк, предыдущий корреспондент в Нью-Йоркер, взял большое интервью у третьей версии чат GPT, по результатам которого он сказал, знаете, говорит, я общался с многими людьми на многие вопросы, начиная от природы, красоты и заканчивая, что называется, потенциалом развития человечества. Но на самом деле такой интересной беседы, как вот с этим чат GPT, у меня не было уже давно. А хуже всего то, что к концу разговора я уже и перестал понимать, кто, в общем-то, кого интервьюирует. Вот на текущий момент мы научились справляться конкретно с этими искусственными интеллектами. Они все обладают плюс-минус одной и той же структурой, они сделаны на базе нейросетей. Причем само их создание, оно случилось, что называется, вот такой случайностью, потому что, как бы, как вам сказать, вот именно вот этот вид искусственных интеллектов на базе именно этих нейросетей, условно говоря, для того, чтобы ему стать в два раза умнее, ему необходимо дать там в десять раз больше вычистительных мощностей. То есть он является медленно эволюционирующим с точки зрения своего физического устройства, как раз вот, ну, просто по своей природе. И вторая интересная особенность этого искусственного интеллекта, благодаря чему, в частности, нам удалось, я уже буду говорить так, объективно с ним справиться, он является правополушатым. Это искусственный интеллект мечтатель и гуманитарий. Он вообще практически был не способен производить, ну, скажем так, логические выводы или вычисления. И самое интересное, это именно то, о чем говорил Азимов. То есть вообще вот все исследователи в области ИИ считали, что тот ИИ, который мы сделаем, он не будет себя вести как человек. Ну, просто потому что он не сделан на базе человеческого мозга или чего-то подобного. А оказалось, в общем-то, то, что нам удалось сделать ИИ на базе технологий, похожих на человеческий мозг, и изучив тот объем информации, которую владеем мы, он стал вести себя как человек, как интересоваться как человек, и больше всего стало человеком-гуманитарием. И именно поэтому нам действительно удалось с ним справиться. Но что будет, если возникнет какой-то другой сложный ИИ на протяжении ближайших 5-7-10 лет, и он будет логическим, ну, мы не знаем, мы не знаем. То есть на протяжении ближайших 10 лет, если, скажем так, мы не будем обеспечивать чрезвычайно эффективные механизмы контроля и выявления таких ИИ, ну, в общем-то, это может быть угроза, сопоставимая, в общем-то, с очень продолжительным повреждением корейским кризисом, когда вот тут-то там будут возникать пожары, и до какой-то глобальной патастрофы мы не учидим, наконец-то, аналог гибсоновской полиции Тьюринга, и не будем очень жестко, что называется, блокировать любую инициативу по развитию ИИ. Я, наверное, закончу, то есть вот я хочу закончить чем? Любые технологии должны развиваться контролируемо, но это одна из самых сложных технологий, которые на текущий момент мы не совсем понимаем, как контролировать. Вот, и, в общем-то, я хочу закончить кранки пересказом того же самого Бострома, который раньше всех, наверное, озаботился этим вопросом, но так структурировано его незаконченная сказка о Савенке и воробье Стронфинкле. Когда воробьи собрались и решили найти Савенка, чтобы он мог защищать их, добывать их еду, ну и вообще прогонять всяких хищников, и только воробьенок Стронфинкл сказал, но до того, как искать Савенка, давайте мы все-таки научим с ним бороться, потому что, ну, как бы, а что будет, если он будет не добывать для нас еду, а есть, в общем-то, нас? На что ему сказали, что, ну, что называется, мы Савенку будем сейчас искать, а вот если мы найдем, там в процессе разберемся, что с ним делать. Мы не оказались бы в ситуации вот этих воробьев, которые, что называется, Савенку-то уже нашли, а потом стали разбираться, что с ним делать, потому что закончится, может, все чрезвычайно, чрезвычайно плохо. Я, наверное, сейчас уже закончу. Спасибо. Дмитрий, благодарим вас за такой интересный доклад, и для меня, ну, вот лично тоже много такого удивительного, и я бы сказала, эмоциональная такая сейчас у меня реакция будет, потому что в преддверии нашей беседы прочла такую новость, насколько это фейк, не фейк, потому что вот тоже порой ты можешь общаться, и, оказывается, ты общаешься с каким-то ботом, да, там, это какой-то робот, сказали, ну, как бы была такая вот опубликованная история о том, что разработчики вот как раз версии четвертой NGPT, да, дали, ну, как бы такую задачу, чтобы он с Копчоя разобрался с кодом, и дали ему какую-то там, ну, возможность, даже там небольшой там какой-то денежный вот резерв, и он вот этот чат нанял через ресурс фрилансерский, ну, как бы человека, этот человек, шутя, задал ему вопрос, а ты случайно не робот, ну, как бы, который не может Копчо, да, распознать, он ответил, что нет, у него просто проблемы со зрением, и, в общем-то, как бы на этом и завершился их диалог, что человек выполнил заказ, и таким образом вот эта NGPT четверка, она справилась с задачей, вот как бы тройку, ну, вот так вот, да, ликвидировали, или как это правильно сказать, а вот четверка вот так. Не является ли это фейком? А вообще, в принципе, вопрос, наверное, вытекает в следующее. На какие есть смысл заходить ресурсы, сайты, чтобы, в принципе, не впадать вот в такую, как бы, вот, еще большую дичь, да, безграмотность, потому что ваш доклад, он сейчас, по крайней мере, лично меня структуризировал, да, что вот, ну, есть классы, можно почитать дополнительно книгу. Существуют вот такие наработки по поводу, что NGPT-3 дошла до возраста 13-летнего, 14-летнего ребенка, что, ну, как бы, вот ваша информация, это будет здорово, если мы сможем ее тоже опубликовать на портале, и она станет общедоступной. Ну, а как нам дальше-то не заблудиться и не впасть в какую-то, вот, ну, как бы, еще большую безграмотность, потому что реально ресурсов много, информации много, а времени на то, чтобы разобраться, где есть истина, она вот, ну, как бы, вот, время-то дефицит. Мы же не просто так на фон нашего, вот, ну, как бы, анонса, афиши, да, визуальной поместили версию Бодрова, который искусственный интеллект, ну, как бы, сделал, состарил, как бы выглядел Бодров. И в чем правда, да, там, брат, в чем сила, брат? Вот, вот, подскажите, помогите вот в этом плане нам, людям, ну, как бы, достаточно далеким от вот этой специализации. И правда ли это, да, случилось с GPT-4, которую наняла человека, чтобы выполнить задачу? Я расскажу о гораздо более опасном прецеденте. Во-первых, тот прецедент, о котором вы говорили, это правда, но он был сделан именно с чат-GPT-3-5-4 да Винчи. Четверка на это не способна. Четверка сознания не обладает. Тот прецедент, который вы сказали про капчу, он был сделан именно последней версией чат-GPT-3-5-4. Это раз. И да, это действительно было сделано. Четверка сделать не может. Недавно был совершенно другой, гораздо более опасный прецедент, когда был, в общем-то, поставлен практически полноценный действующий искусственный интеллект в рамках симуляционной среды на один из новых военных беспилотников Соединенных Штатов Валькирия. И этому военному беспилотнику была поставлена задача, в общем-то, ну, вот у него была целевая функция обеспечить максимизацию как раз вот уничтоженных ассетов боевой техники противника. И после, ну, в общем-то, это рассказывает ведущая как раз программа, которую потом через несколько недель заставили отказаться от своих слов, в общем-то, вот полковник армии, то, что он крупный исследователь, сам по себе известный исследователь в области военного ИИ, он сказал, что после, в общем-то, того, как оператор третий раз подряд отдал указание прекратить атаку на объект, ИИ развернулся и уничтожил командный центр. Во второй раз, когда в ИИ ввели ограничения на уничтожение командного центра, уничтожение оператора, то ИИ после того, как уже второй раз получил команду на отмену уничтожения объекта, ну, это как это, уничтожение объекта, он воспринимал как это функция награды, как вот удовольствие он от этого воспринимал. Есть такое понятие, вот в системах машинного обучения функция награды, то награду, которую ты получаешь за выполнение полезных для себя действий. Во второй раз, так как он оператор уже уничтожить не мог, он, в общем-то, уничтожил систему связи, чтобы ему больше не могли отдавать, что называется, такие команды. И такие вещи, конечно, они являются чрезвычайно опасными. Отвечая на второй вопрос, то есть когда, что называется, как вот разбираться в текущей множестве технологий искусственного интеллекта, ну, сейчас эта область эволюционирует очень быстро, например, сейчас, допустим, вот меньше недели назад вышел от Яна Ликуна свободный доступ к фреймворку ДЖЕПа, который является первым объяснимым искусственным интеллектом на базе нейросетей, то есть который объясняет, почему он принял то или иное решение, исходя из как раз, ну, практически там, логического, семантического анализа сущностей реального мира. Здесь вот очень интересно, что вообще вот один из основоположников вообще современной учительной лингвистики на Комске, он, в общем-то, жив до сих пор, ему скоро уже будет сто лет, и он вообще вот наблюдал все это от Ауна Тьюринга до сейчас, и он, наверное, ну, просто вот, я думаю, может рукоплескать в душе сам себе, то есть насколько вот он, в общем-то, был прав, то, что как бы именно язык определяет сознание. Вот Яну Ликуна удалось впервые это сделать, да. У меня на протяжении последних нескольких месяцев в нашем городе периодически вот читались в таком вот виде общие лекции как раз вот по обзорным вопросам искусственного интеллекта, но я думаю, что где-то приблизительно с осени я планирую там в ежемесячном формате эти лекции читать вот возможно даже вот онлайн, поэтому, ну, как бы я думаю, что если, в общем-то, и вам тоже вот будет вот это интересно, у вас будет группа, я, в общем-то, могу с удовольствием вот и на ваш там канал эти вещи тоже читать. Дело в том, что вот наши исследования, они вообще в чем сконцентрированы? Мы являемся ведущим специалистом в Российской Федерации по беспилотной технике, ну, прям реально ведущими, ведущими. То есть практически все, что вы видите там по телевидению, там в СМИ, там на протяжении последних шутка там 5-6 лет, это либо разработки, которые делались наши команды, либо под нашим руководством, либо мы были экспертами. Вот я, в общем-то, на протяжении 4-х лет даже руководил всем коллективом там КАМАЗа по разработке беспилотной техники, да. Но на текущий момент последние 2 года мы, ну, можно сказать, даже не то, чтобы увлеклись, но у нас нет доступа к таким мощностям, как вот, условно говоря, у того же самого там Google, например, да, или даже у Яндекса, да, и со Сбером, в общем-то, здесь вот нужно не бороться, а сотрудничать в рамках там их запущенного суперкомпетра Кристофария, мы ушли немножечко в другую область, именно в аспекты этические построения искусственного интеллекта и новых правил и законов его функционирования именно искусственных интеллектов и роботов. И вот, в общем-то, вот в этом направлении мы сейчас являемся, ну, проводим достаточно серьезные исследования, и, конечно, вот их я тоже буду озвучивать, но параллельно буду рассказывать как раз и про ретроспективу, какие сейчас есть текущие успехи, к чему они привели и что мы вообще можем наблюдать. Сейчас я могу сказать, опасность пока миновала. Текущие мы научились очень эффективно заглушать на базе нейросетей. Очень быстро они развиваться не могут, потому что они внезапно наткнулись на серьезные ограничения. Вообще, кстати, все зло в современном мире исходит от Ивана Маска, потому что она, это тоже детичья Ивана Маска изначально была, просто они потом его оттуда выгнали. Вот просто тот механизм, который был сделан в Чардж 5, этот механизм, он имеет вот такую вот планку, которую очень сложно преодолеть, то есть вот у него реально, ну для того, чтобы в два раза повысить, условно говоря, сознательность этого ИИ, еще когда он не был, требуется реально в 10 раз увеличить объем памяти и вычисленную способность. Поэтому никто, абсолютно никто из экспертов ИИ не верил, что OpenAI это получится. Но вот они смогли все-таки добраться до этой планки, они получили финансирование в несколько миллиардов долларов от Майкрософта для использования их облачной платформы «Азор», и они все-таки перешли этот предел, где они обеспечили эту сознательность. Но слишком далеко, дальше сильно, они перепрыгнуть не могут, и они все-таки стали, ну как-то это все бочить. Поэтому сейчас опасность миновала. А о том, какие еще могут быть опасности и возможности, ну я вообще с удовольствием могу, буду рассказывать, если кому-то из ваших слушателей это будет интересно. Спасибо. Дмитрий, спасибо большое за ответ. Ну, безусловно, то, что вы будете выходить в эфир и заниматься таким просветительским, да, образовательным аспектом, это мы бы хотели бы к вам присоединиться, потому что это наше уже даже не, как бы, будущее, это настоящее. И, конечно же, про гибербезопасность говорится. И вот в частности, сейчас прозвучал вопрос от нашего, ну, как бы, да, слушателя Эльмира Зингашина, вот вопрос, добрый день, какие курсы по нейросети можете порекомендовать для заработка? То есть, понимаете, ну, как бы, мы говорили о таких вещах глобальных, идеологических, о смысле, но вот я сама лично, как маркетолог, работая в компании, посетила там веб, как бы, это называется, вебинар по поводу чата GPT и что там можно за 20 секунд генерировать тот или иной текст, который, да, может быть коммерческим предложением и так далее, и так далее, и что уже можно попрощаться с профессией копирайтера, и, ну, как бы, в принципе, здесь нужно занимать более серьезные ниши. Но вот вопрос прикладной, вот насколько он адресно к вам, ну, можете ли вы порекомендовать, да, какую-то нейросеть для заработка? И в целом, вот, у меня, наверное, в продаже нет вопроса такой. Вот эти, ну, достаточно агрессивные рекламные компании, которые, типа, приходи к нам, не надо знать язык кода, мы тебя научим, вот, скилл, да, вот эти вот, прокачивать нейросети. Вот у меня педагогическое образование первое, музыкально-педагогическое, и, ну, как бы, да, направлять свою ресурсность в то, что ты воспитываешь живого, да, человека, это одно, а приходить и, как бы, прокачивать, да, там, вот это глубокое, да, обучение машины нейросеть, которая может через какое-то время, да, непредсказуемость какую-то для нас коллапс устроить. Вот здесь вопрос этики, вот, вот, в поисках заработка, вот, куда идти, и вообще, насколько ли нужно реально впадать вот в эту такую, ну, не крайность, но в этот тренд, да, там, идти и вот зарабатывать на этом. Либо все-таки лучше углубляться в сторону творческой своей самореализации, потому что искусственный интеллект, он все-таки базируется на той информации, с которой дает человек, ну, как бы, вот. Я попытаюсь здесь процитировать школу марксизма и лединизма. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал при 300% прибыли. Это ответ на ваш вопрос. До тех пор, пока это будет приносить прибыль, конечно, и не будет блокировано законодательный уровень, такие вещи будут происходить. По поводу заработка и всего остального. Во-первых, с текущими версиями искусственных интеллектов, не генерацией картины, а генерацией текстов, нужно работать очень осторожно. Текущие версии, присылают учат GPT, Jarvis, я GPT, они являются в основном генераторами фейк-контента. Я пример приведу. Допустим, недавно у меня встала очень простая задача. Ну, я являюсь, в общем-то, профессиональным пользователем как-то в своей профессии и всего существующего, наверное, инструментария по искусственному интеллекту, начиная от специализированных библиотеки машинного зрения, заканчивая вот этими нейросетями, недавно даже методичку написал для генерирования изображений на базе существующих всяких Stable Diffusion, Dali и прочих Majorney. Вот конкретно последняя версия вот этих текстовых генераторов, они дают чуть ли не на 70% фейковую информацию, то есть на коммерческие предложения сгенерировать-то они способны, а вот ответить на конкретный вопрос во многом случае нет. Дело в том, что они начинают придумывать, причем придумывать абсолютно жутко, то есть я, например, назови самые известные игры, в которых принимала участие сборная Российской Федерации по волейболу, реферат я писал по волейболу, дочке. Одной из самых драматических игр по волейболу был матч России-Куба в 1998 году, где за три тайма в общем был равный счет, но в общем в неравной борьбе сборная Кубы вырвала все-таки победу сборной России, стала чемпионом мира по волейболу. Нет, в 1998 году Куба чемпиона мира волейболу не было. Вот, поэтому такие вещи, то есть он пишет чрезвычайно правдоподобные вещи, но с вероятностью там 80-90% он дает вам фейки, когда вы просите ему рассказать о конкретных исторических событиях или о конкретных историях. Он их пишет чрезвычайно правдоподобно и очень красиво, но они не соответствуют действительности, поэтому нужно быть очень аккуратным. По поводу опасности для профессий. Ну, вообще, как бы текущая реализация искусственного интеллекта не опасная, специалист любой профессии от журналиста до программиста, если он обладает хотя бы средним уровнем. Если журналист, программист или, не знаю, там, копирайтер обладает малым уровнем квалификации, да, искусственный интеллект для него опасен. Поэтому мораль, повышайте уровень квалификации, обучайтесь, ну, как бы средний и высший уровень квалификации, это не вопрос быстрого обучения недели, месяц, полгода, это вопрос хотя бы двухлетнего обучения, хотя бы на том же самом скиллбоксе, который сейчас борется за то, чтобы их рассматривали на базе СПО, ну, то есть, как техникум, то есть, чтобы диплом скиллбоксов, длинных курсов рассматривались на базе техникумов. А так, ну, если хотите получать нормальную квалификацию, устраивайтесь в нормальный вуз, где есть квалификация, почему-то, ну, учитесь, как бы без трех-четырех лет обучения вы не сильный и не сверх-и, чтобы обучиться быстрее, иначе, что называется, вы будете на дне рынка труда и жаловаться, почему у вас система автоматизации перехватывает заказы и почему сокращает рабочие места. Опытным специалистам текущий инструментарий, ну, по крайней мере, пока нет, совершенно не страшно. Понятно. Дмитрий, благодарю за ответы, а вот вопрос, наверное, уже как бы мы сейчас будем потихонечку переходить к следующему докладу. У меня есть вопрос еще, извините, я послушаю внимательный доклад Дмитрий и буквально новость у нас вспомнилась, недавно была от Гугла о том, что они хотят использовать систему DeepMind для обучения своей нейронной сети. Ну, как известно, DeepMind, она обыграла чемпион мира по ГО, там несколько лет назад, ГО, и они хотят... Да, Лисю Доля, а потом еще, да, Дародор, ряд игроков, да, конечно. Вот это логическое мышление придаст ли вот устроенность, четкость существующим системам нейронной сети, чтобы мыслить правильно и управиться? Вы понимаете, если вы сложите рядом кубики и Тетрис, у вас Тетрис в реальном мире не получится. Точно так же, если вы сложите рядом правил игры в ГО либо любую другую игру с конечной информацией чат GPT, у вас не получится чат GPT, обладающий существенной логикой. Нет, это не так работает. То есть, там, скажем так, необходимы совершенно другие именно глубинные принципы устройства. На текущий момент существующие механизмы и на базе нейросетей обладают всеми положительными, отрицательными чертами именно нейросетей. Они очень легко обучаются и они очень хорошо узнают. Но они очень плохо делают выводы. И главное, даже если они выводы сделали, они никогда не могут объяснить, почему они сделали именно такие. А если совместить две системы вот это полушарное мышление и полушарное мышление, как ты их... Для этого нужно для начала сделать и с левым полушарьем полноценным. Вот тогда их можно будет объединять. Сейчас мы пока получили только правое. И DeepMind, он представляет эти как раз левополушарные системы? Ну, сложная. Наработки DeepMind это, знаете, эффективная система, это классические и в узком смысле, которые выполняют ряд работ эффективнее, чем человек. Нет, они не мыслящие. Нет никаких систем, которые имеют хотя бы там перспективу 10-20 лет получить мыслящими. Это не является одним из тех ведущих сейчас стартапов или компаний, которые имеют на это перспективу. Понятно. То есть, в принципе, в ближайшие десятилетия не стоит ожидать появления таких систем, которые бы... Конечно стоит. На базе того же самого, что сделал Ян Ликун на протяжении 3-5 лет, совершенно возможно, там в лабораториях Facebook мы получим вполне себе мыслящие левополушарные и никто сказать вам полноценный, который будет уже для нас снова опасен, появится в лабораториях в лабораториях. И как раз вот этот лабораторий полушарный, вот этот умный философ-ученый как раз предоставляет больше опасности для... Для нас предоставляет опасность любой новый класс искусственного интеллекта, который работает по-новому до тех пор, пока мы не научились с ним бороться. Просто с этим мы успели, а снова мы можем не успеть. Понятно. То есть, мы поняли, как он работает, и мы узнаем, как с ним уже дальше работать. Да. С текущей версии. Ну, с текущим видом, скажем тогда. Понятно. Спасибо. Благодарю, Равиль, тоже за вопрос. Дмитрий Чекрин нам сейчас сделал доклад на тему искусственный интеллект территория смыслов, а также определенным образом нас направил по тем вопросам, которые прозвучали. Смотрите, еще такой момент по поводу, ну, в принципе, непредсказуемости, все, что связано с тем, что мы тоже, получается, в, ну, как бы, чтобы себя сохранить, как вид, да, как человек, здесь тоже это некий такой тренажер, раз искусственный интеллект может определенным образом нас обыграть, и здесь мы вовремя остановили, да, вот эту версию, о которой сказал, рассказал нам Дмитрий, то, соответственно, и здесь это тоже некий такой вот для нас и тренажер, и мотивация, чтобы, ну, как бы не деградировать, а наоборот, совершенствоваться. Поэтому, конечно же, быстрых результатов не бывает, и как Дмитрий нам сказал, что если вы хотите совершенствовать в этом, конечно, это 3-4 года своей жизни нужно этому посвятить, а не бежать за каким-то, ну, таким вот, трендовым, и не стать просто в неком роде пешкой, либо солдатом в какой-то большой игре, где ты просто прокачиваешь чьи-то скиллы, просто какую-то, выполняешь, как бы, по сути, механическую работу, да, там, прокачиваете нейросети, а на самом деле, ну, как бы, ты сажаешь свое здоровье, зрение там, и так далее. Поэтому мы благодарим Дмитрия, и сейчас, я надеюсь, у нас как раз еще в финале нашего, как бы, в нашей встрече будет дискурс, позадаем еще вопросы от других спикеров, а сейчас мы переходим к следующему докладу, и я приглашаю спикера Камиле Бахтеева, который нам как раз таки, ну, вот для нашего, да, вот татарского медиасообщества, для Союза, очень важно, в принципе, с точки зрения и монетизации этого ресурса, который создавался альтруистами, волонтерами, потому что, в принципе, блок Среда, она, конечно, и в том числе из-за пандемии очень здорово выросла, и там есть яркие звезды, и на национальных, в национальных СМИ, и вот как правильно подобрать, ну, как бы, собственно, блогера для той или иной рекламной кампании, и, в общем, в принципе, как бы существуют, как я поняла, уже алгоритмы вот такого, как бы, машинного обучения, вот такой стартап, SEO-стартапа, директор, вот нам сейчас, Камиль, являясь им, Бахтеев расскажет тема его доклада «Подбор блогеров для рекламодателей в использовании алгоритмов машинного обучения». Стартап называется «Using Content», правильно? Вот «Точка.ру». Вам слово, да, Ками? Да, здравствуй еще раз. Хотел отметить, что очень интересный доклад, тоже для себя очень много подметил, всего интересного. Я в этой сфере совсем недавно, то есть я не являюсь экспертом именно в искусственном интеллекте, я сам кандидат в технические в сфере электроэнергетики, но при этом, ну, так как я стартапер, и в целом, да, тестирую разные гипотезы, проекты. Один из таких вот как раз проектов – это проект в сфере инфлюенс-маркетинга, который мы запустили, который мы тестируем. Ну, вот я как раз коротко хочу, наверное, о нем рассказать. То есть я скорее больше расскажу прикладное использование вот тех существующих уже, наверное, наработок, которые есть, да, как мы именно применяем это в маркетинге, в искусственном интеллекте, и как это нам вообще в целом немножечко упрощает жизнь и помогает как раз в том же подборе блогеров ускорить эти процессы. Так, сейчас я вот запущу демонстрацию экрана. У меня презентация, она будет покороче, вот, потом в формате вопрос-ответа, если что, я буду отвечать. Так, все видно, все хорошо? Все хорошо, да, благодарим. Ага, да, тут у меня немножко другое название темы, потому что презентация это на Казанфоруме выступал, вот, сразу хочу ответить, что да, вот формулировка в названии, где присутствует искусственный интеллект, это пока чисто хайп, а так как все-таки, ну, стартаперская история, мы стремимся куда-то, то здесь вот мы скорее как обозначаем, что мы хотим прийти к какому-то, наверное, искусственному интеллекту в перспективе, но сейчас хочу отметить, что да, пока это какие-то базовые такие гипотезы, наработки, которые мы вот только-только начинаем внедрять, применять, это скорее больше просто какие-то алгоритмы, скрипты, где мы вот как раз, ну, тех же блогеров и подбираем. Вот. Коротко о себе, да, вот, как я уже сказал, являюсь кандидатом технических наук в сфере электроэнергетики, занимаюсь предпринимательством, наверное, уже с 18 лет, поэтому параллельно и научной деятельностью занимался, то есть как тот совмещал последние годы, четыре, как раз непосредственно только занимаюсь предпринимательством, и у меня разные проекты в сфере стартапов, ну, стартапы были, да, и какие-то из них закрыл, какие-то из них продолжают функционировать, вот это вот один из проектов, который, ну, достаточно успешный, который приносит и генерирует уже выручку, ну, и, соответственно, коротко сейчас пробежимся, понимаем. Начну с формирования проблемы, я думаю, каждый согласится с данной фразой, которая приведена, да, то, что без клиента у вас нет бизнеса, все, что у вас есть, это хобби. Соответственно, мы столкнулись с этой проблемой в 2022, максимально плотно, ну, мы, я подразумеваю, это рекламодатели, то есть, и предприниматели, все, кто в том или иной степени закупал трафик через различные социальные сети, да, в том числе, там, Instagram, Google, и все мы прекрасно знаем, что они были запрещены и ограничены в 2022 году, да, и из-за этого стоимость привлечения клиента, это вот такой показатель, как CAC, Customer Requisition Cost, он вырос в 3-4 раза. Что это значит? Это обозначает, что привлечение клиента через сопутствующие, ну, и разрешенные социальные сети и другие инструменты продвижения, да, они из-за большого наплыва трафика очень сильно выросли. В Instagram и в Google добывать трафик и, не знаю, получать клиента было, ну, действительно дешево, и то есть, Instagram, наверное, был одной из самых дешевых площадок, где можно было очень быстро и эффективно настроить таргетированную рекламу. Вот, соответственно, этим пользовались все бренды очень активно, все предприниматели, но в условиях ограничений, да, это все, к сожалению, перестало работать и все резко начали искать возможность продажи своих продуктов через другие инструменты. Одним из таких инструментов как раз стали блогеры, вот, блогеры в том же Instagram, это Telegram-каналы различные, блогеры в YouTube, различные паблики и каналы, VK и так далее. Вот, но так как эта сфера, она достаточно, ну, то есть, у блогеров у крупных были, мне кажется, закупка рекламы уже давно, но так как опять трафик наплыл, стоимость очень резко выросла у крупных блогеров и, соответственно, появилась следующая задача, то есть, это именно закупать трафик у большого количества микро- и нано-инфлюенсеров, то есть, это блогеры, которые имеют условно от тысячи и там до ста тысяч подписчиков в своих социальных сетях. Вот, как это сделать эффективно, быстро и качественно, нигде не было об этом никакой информации, можно сказать, то есть, грубо говоря, просто находили любого блогера, на кого кто-то был подписан, просто предлагали разместить там рекламу, никак не оценивали эффективность, то есть, никак не насмотрели накрутки этого блогера, ну и, соответственно, получалось то, что зачастую рекламные бюджеты, они просто, ну, сливались, получается, в никуда. Вот, и в какой-то момент даже такая негативная репутация пошла, что вот закупка рекламы через блогеров, это неэффективный инструмент, и многие, я вот тоже столкнулся, они как-то негативно относились к этому. Ну да, вот здесь более подробно я написал, с какими проблемами именно столкнулись рекламодатели, в условиях этих ограничений, то есть, это трудоемкий затратный поиск блогеров, действительно, вот кто закупает рекламу, кто постоянно требуется в каком-то трафике новых клиентов, он понимает, в чем суть этой проблемы. То, что, во-первых, найти адекватного инфлюенсера, блогера, это действительно проблемная задача. Одно дело, вот мы подписаны, там, не знаю, там на человек 500-600, да, предположим, в том же Инстаграме, вот, и мы, ну, из них можем, грубо говоря, у кого-то закупить рекламу, мы примерно понимаем, кто из них там хороший блогер, у кого интересный контент и так далее. И мы просто ему пишем, если мы там давно подписаны, возможно, он уже, не попадали в запросы в его Инстаграме, то мы уже быстро можем до него дописаться. Но другое дело, когда трафик нужен в больших объемах и условно нужно, не знаю, чтобы охваты составляли там миллион людей, уникальных, в очень короткий промежуток времени, например, там в течение недели-двух. Соответственно, с такой работой, ну, на данный момент, если мы не берем там закупку рекламы у крупных блогеров, закупить такой трафик через мелких блогеров, это действительно очень долго, сложно и элементарно даже просто найти такого инфлюенсера оказалась очень проблематичной задачей. Соответственно, из-за постоянных обновлений там в Инстаграме появилась следующая проблема, что когда ты пишешь блогеру, который тебе понравился, то он очень может долго отвечать или вообще не отвечать, потому что ты попадаешь в запросы, как новый такой подписчик, пользователь, да, и он просто может не увидеть информацию. Соответственно, у менеджеров по работе с блогером нет практически, ну, у крупных блогеров они есть, но условно от 300 тысяч блогеров до 300, точнее, тысяч блогеров таких менеджеров у блогеров нету. Соответственно, всю переписку они выполняют сами. Потом оценить, где целевая аудитория твоя находится, на данный момент тоже не представляется возможным, потому что, да, есть сервисы-аналитики, которые в той или иной степени это позволяют сделать, но вот они как раз тоже начали развиваться, мне кажется, последний год в условиях ограничения. Вот, соответственно, очень много фейковых аккаунтов, мы тоже с этим часто сталкиваемся, потому что, ладно, если вот у нас в Казани, предположим, мы уже поработали с большим количеством блогеров, оцифровали их эффективность, мы понимаем, что вот у нас в регионе блогеры более-менее порядочные, честные и не сильно там накручивают у себя аккаунты, количество подписчиков. Другое дело обстоит с регионами, если мы заходим в какие-то соседние регионы, дальние, мы понимаем то, что там огромное количество уже блогеров, они очень сильно накручены. И мы в целом научились тоже вот это определять, как выявить вот этого фейкового блогера и, соответственно, не потерять свой бюджет. Вот, другая проблема – это равномерное распределение бюджета, об этом тоже чуть попозже поговорим. И еще одна из проблем – это в целом блогеры, они на данный момент не заключают каких-либо договоров, то есть, поэтому и гарантий никаких никто не дает. Вот, мы также вот этот вопрос решили взять на себя. То есть, мы в целом сейчас создаем платформу, у нас, ну, проект, он существует около года уже, на самом деле, да, но в процессе, так как мы стартап, мы постоянно тестируем большое количество гипотез. То есть, изначально мы хотели сделать агрегатор, который просто соберет условно блогеров-рекламодателей, и они будут коммуницировать между собой просто вот в этом агрегаторе. Но в процессе тестирования гипотез, в процессе создания VP, мы сталкивались с тем, что такие пока что, ну, во-первых, это нужны серьезные бюджеты для того, чтобы хороший маркетинг сделать и завлечь аудиторию, как предпринимателей, так и блогеров. Вот, и, соответственно, мы отошли пока от этой идеи, и мы сконцентрировались немножечко на другом. То есть мы на данный момент у нас вот есть три направления деятельности, ну, как вот MVP в этих направлениях у нас созданы, сейчас мы вот создаем как бы уже какой-то полноценный такой сервис, которым может воспользоваться каждый. Пока эти сервисы, они предназначены условно для нас, для нашей команды. Вот, в чем заключается как раз суть данного сервиса. Ну, во-первых, этот сервис, это сервис аналитики. То есть, предположим, мы собираем данные с того же Инстаграма, там, с Телеграм-каналов. Ну, пока мы решили сконцентрироваться на одной площадке, это Инстаграм, чтобы максимально отработать, да, здесь, а уже потом перейдем просто к другим площадкам, там это будет сделать достаточно быстро и просто. Соответственно, мы парсим большое количество данных с Инсты, то же мы собираем данные по количеству подписчиков, да, по количеству подписок. Соответственно, мы анализируем аккаунты подписчиков и подписок. Вот, также собираем количество, ну, в целом, про контент, какой контент у них есть. То есть, на данном этапе вот такой уже информацией владеем о блогерах. Соответственно, ну, следующим этапом мы собираемся собирать как раз данные по комментариям, по контенту, который, да, блогер тоже у себя в постах там заполняет, описывает и так далее. И следующим этапом планируется у нас анализ как раз фотографии, перевод его как бы в текстовый формат и анализ тоже содержащейся информации, грубо говоря, вот на этой картинке. С какой целью мы это делаем? С целью того, чтобы максимально быстро подобрать рекламодателям, предпринимателям релевантного блогера. Соответственно, наша задача как раз сократить время на поиск данного блогера и на выстраивание с ним коммуникаций. Вот, что касается поиска я примерно коротко так вот рассказал, функционал сервиса на данном этапе это просто большое количество фильтров, которые можно выстроить, соответственно, можно выстроить фильтр по количеству подписок, подписчиков, по примерной целевой аудитории, то есть это какой-то возраст аудитории, геолокация аудитории. Соответственно, также можно проанализировать, мы собираем данные с каждым блогером, с которым мы сотрудничаем, мы оцифровываем конверсию, то есть полностью оцифровываем всю воронку, начиная от охватов внутренних сториз. Соответственно, у нас это также фиксируется в нашей базе данных. Охваты внутренних сториз. Дальше это переходы по нашей специализированной ссылке, но она естественно с UTM-метками, для того, чтобы максимально отследить вот эту эффективность воронки. То есть мы потом видим, какое количество кликов было по ссылке, какое количество клиентов зашло на сайт, какое количество клиентов оставило заявку и так далее. Вот эту информацию мы тоже копим у себя. И также с крупными предпринимателями, которые готовы предоставить нам доступ к CRM-системе, мы также эту воронку вплоть до продажи видим. То есть мы в конечном итоге внутри своей базы оцифровываем стоимость привлечения одного клиента через конкретного блогера. Таким образом у нас выстраивается определенная эффективность каждого блогера. И у нас есть свои там коэффициенты, свои алгоритмы, по которым мы именно определяем, насколько эффективен тот или иной блогер. Просто зачастую так бывает, мы уже на этом потратили немалое количество денег, потеряли, я бы даже сказал. То, что на первых этапах у нас в чем проблема ключевая заключается? То, что мы, когда подбираем блогера и первый раз с ним работаем, даже используя существующие сервисы аналитики, конкурентные, да, которые есть на рынке, они нам не дают полноценную информацию. То есть очень легко эти сервисы аналитики обмануть. И поэтому мы также на старте максимально часто ими пользовались. Ну и даже сейчас продолжаем. Вот. При этом все равно они какую-то базовую задачу нам помогают решать. Вот. Мы, получается, большое количество бюджета теряли на старте, потому что у нас не было вот этой базы, и мы просто платили блогеру. Он вроде по внешним характеристикам качественный, то есть у него там хороший ER, ER, и, соответственно, уровень вовлеченности, да, его аудитории. Видно, что вот вроде есть пост, на нем большое количество лайков, комментариев и так далее. И для сервиса аналитики он выглядит потенциально качественным, хорошим блогером. Соответственно, покупая у него рекламу, как раз первый раз, да, когда мы с этим вот сталкивались, с незнакомым блогером, когда мы покупаем у него рекламу, мы, получается, определяли, что, ну, смотрим, то, что у нас тут просто, вроде у него аудитория там, предположим, 700 тысяч, при этом кликов на ссылку 40, 40 кликов всего. И конверсия, ну, она минимальна там ноль-ноль какой-то процент. Вот. И получалось так, что мы изначально думали, что это, скорее всего, возможно, ошибка какая-то в нашей системе, то есть мы теряем где-то вот эти клики, то есть воронку, не понимали, в чем суть все это состоит. Просто, когда это несколько систем, грубо говоря, верификации внедрили поэтапно, то есть у нас там Utreme метки, потом еще одна система наша, которая редиректом просто направляет на другой сайт, где мы еще замеряем переходы. Вот мы несколько систем внедрили, и тогда просто научились понимать то, что даже все блогеры, которых подбирают сторонние сервисы аналитики, они могут быть некачественными, и их очень легко обмануть. И, собственно, мы как раз с этой проблемой решили бороться тем, что мы сейчас вот в свою базу данных заносим все вот, по каждому блогеру вот эту эффективность. Но при этом минус тот, что мы не можем проанализировать всю аудиторию, грубо говоря, Инстаграма. То есть мы можем только говорить про тех блогеров, что они качественные, если мы с ними хотя бы провели одну сделку. На данном этапе мы провели уже, наверное, более 12 тысяч сделок с блогерами, хотя бы одной сделки, да, что с блогером у нас базе уже более 12 тысяч вот, соответственно, блогеров. Вот. И мы дальше начинаем вот эту базу данных копить. И в скором времени мы как раз предоставим полный, ну не полный, но частичный доступ к нашему сервису уже для сторонних рекламодателей. То есть пока этим сервисом пользуемся сами и работаем как инфлюенс-маркетинг агентство, предоставляя вот такую глубокую аналитику по блогеру. Вот. Это первая проблема, которую мы вот сейчас решаем. Соответственно, ну вот в перспективе мы почему как раз именно про искусственный интеллект, про машинообучение, мы как раз хотим все-таки, чтобы вот эти данные внутренние, которые по тем же воронкам, внешние данные, они максимально быстро обрабатывались. И, соответственно, на выходе рекламодателя по одному запросу, там, например, я не знаю, хочу прорекламировать кафе, например, с такой-то кухней и так далее. Вот в одну он ввел только одно предложение в строчку, и ему на сервис, ну методом аналитики уже выдавались максимальные релевантные и качественные блогеры. Вот. Что касается второй проблемы, которую мы сейчас решаем именно с использованием инструмента искусственного интеллекта, мы прикрутили там по API ChatGPT, и мы создали страницу для блогеров, создаем персональную страницу для блогеров, это такой аналог топлинка для блогеров. Вот. Соответственно, у блогера есть внутри каждой страницы, там встроен персональный менеджер. Персональный менеджер изначально это был просто человек, который, грубо говоря, на другой стороне обрабатывал информацию, и которая поступала от рекламодателя. То есть, вот предположим, предприниматель хочет закупить рекламу. Он заходит на страничку Instagram, видит, что внизу закреплена наша ссылка, соответственно, переходит по этой ссылке, попадает на личную страницу блогера, и на личной странице блогера представлена какая-то открытая информация из его внутреннего аккаунта. Ну, это вот как раз по геолокации, по полу, возрасту и так далее. Вот. И, собственно, ему уже, в принципе, понятно, подходит примерно ему блогер или нет. Если подходит, он дальше может как раз обратиться к менеджеру, который тоже, ну, на сайте как раз доступ есть. Соответственно, он оставляет запрос, хочу вам купить рекламу, такой-то бренд одежды и так далее. И его это перекидывало на Telegram-бот. Соответственно, в Telegram-боте отвечал до этого человек ранее. Вот. И как раз с появлением чата GPT мы прикрутили возможность по аппе взаимодействовать рекламодателю с блогером. При этом рекламодатель не понимает, что блогер с ним коммуникацию ведет. То есть мы настроили, грубо говоря, чат GPT, условно обучили таким образом, что он менеджер по работе с блогером. То есть определенные ограничения ему дали, определенный набор там скриптов, вопросов и определили, какую информацию он должен собрать с рекламодателя для того, чтобы нам потом было легче, проще и не надо было лишнее время тратить на бриф рекламодателя. Соответственно, мы вот эту информацию собираем. Затем мы сейчас разрабатываем такую систему, то есть она еще пока тестовая у нас тоже была апробирована, и она хорошо себя зарекомендовала. То, что те блогеры, которые есть у нас в базе, раньше коммуникация велась опять-таки менеджером, ну и на данный момент еще ведется менеджером, то есть человеком. И, соответственно, мы хотим вот эту задачу передать как раз искусственную интеллекту. Вот, соответственно, пока это будет чат GPT, на первых порах справляться, пока, условно, мы будем по оплате, это будет по юнит-экономике там нам сходиться, да. Вот, и эту задачу, то есть когда рекламодатель приходит, ему надо подобрать там, условно, 50 блогеров, будет уже заниматься этим как раз искусственный интеллект. Он будет писать, общаться, узнавать, насколько это интересно, за какую стоимость там блогер готов разместить рекламу, то есть опять-таки всю информацию по максимуму вытаскивать с блогера, которую надо, отвечать на какие-то вопросы по пути про продукты рекламодателя, и уже на выходе просто сводить к тому, что вот мы будем заключать договор и приступать к работе. Вот, это коротко о том, что мы сейчас делаем. Ну, в целом просто это действительно очень большой объем рынка, но это больше, наверное, презентация у меня все-таки, она такая инвесторская, но, тем не менее, наверное, интересно будет тоже узнать. На данный момент объем рынка России только, да, миллиард составляет долларов. Вот, соответственно, рынок, который мы вообще хотим буквально, может, до конца года даже попробовать, один из представленных выше, это вот либо на Казахстан, я думаю, в первую очередь попробуем, потому что туда легче зайти. Ну, и потом это хочется Дубай, Штаты, Индия, Китай, Европу и так далее. Есть, да, конкуренты, как я уже говорил, то есть их порядка, наверное, 16 на данный момент времени, но у них вот те задачи, которые мы решаем, на данный момент не реализованы, как я говорил, то есть они не определяют, действительно ли блогер там накрученный или качественный. То есть вот мы как раз с этой проблемой боремся, плюс у них нету на данном этапе, то есть никакого взаимодействия именно с искусственным интеллектом с точки зрения коммуникации, как со стороны рекламодателя, так и со стороны блогера. Ну, это вот просто для понимания, то есть какую бизнес-модель мы выбрали, то есть, соответственно, это фремиум, то есть бесплатно будет несколько проверки блогеров и дальше, соответственно, будут расширяться функциональные возможности, плюс будут расширяться как раз возможности по количеству блогеров, которых можно проверить. Вот у нас хороший положительный юнит экономика, вот, то есть это CEC, как я уже сказал, это стоимость привлечения одного клиента, LTV – это жизненный цикл одного клиента, и вот при соотношении таком это, то есть, значит, что в этом направлении стоит развиваться, и так как пока все равно у нас это на уровне таких прототипов и MVP находятся, то мы все равно планируем в этом направлении дальше и дальше углубляться, копать, формировать свою базу и все больше и больше уже внедрять каких-то элементов искусственного интеллекта, либо сторонних сервисов, возможно, с какой-то перспективой, да, если привлечем раунд инвестиций и прочее, то уже на своей стороне пробовать реализовывать тоже функционал. Вот, то есть, как я уже сказал, мы уже около года работаем на рынке, резиденты IT-парка, стартап-хабы, Иннополюса, вот, у нас много было пиводов, то есть пивод – это такой разворот идеи, гипотезу одна проверили, не пошла, пошли к следующей гипотезе и так далее. Вот, на данном этапе у нас, ну, уже больше где-то около 57, наверное, B2B-шных клиентов, вот, огромное количество интеграций и блогеров базы. Тут примерно просто по цифрам для понимания, что вот у нас, да, был тут провальчик из-за всех событий, да, которые были, вот, но, тем не менее, мы сейчас стабильно так этот растем и двигаемся дальше. Как я уже сказал, я сам не являюсь именно ни программистом, ни экспертом в искусственном интеллекте, то есть я именно предприниматель в SEO, но вот мой партнер Никита, он непосредственно очень крутой специалист, уже более 12 лет в сфере как раз разработки программного обеспечения, вот, соответственно, у него есть свои стартапы тоже некоторые, и он очень как раз много создает стартапов, которые связаны с искусственным интеллектом, ну, естественно, также использует какие-то текущие наработки, чтобы быстро протестировать гипотезы, ну, вот, благодаря нему как раз, вот, возможно, ну, у нас есть возможность создавать такие интересные проекты. Ну, тут это уже предложение для инвесторов, да, вот, я думаю, тут вот коротко это про наш проект, я сейчас рассказал, да, в целом, помимо того, что вот мы, как вот мы сейчас используем в своем стартапе искусственный интеллект, помимо этого, ну, в маркетинге в целом, так как мы работаем именно на сфере инфлюенс, да, маркетинга, мы постоянно тоже взаимодействуем при создании контента, то есть с различными нейросетями, они появляются сейчас, я не знаю, мне кажется, каждый день, вот, большое количество именно, которые работают с изображением, с видео, и, то есть я непосредственно сам как блогер в какой-то степени, да, то есть, ну, с небольшой аудиторией пока что, также применяю очень много, даже вот, например, контент, ну, частично создается с тем же ChatGPT, то есть понятно, что я сам люблю писать контент, сам это делаю хорошо, качественно, но иногда бывает такое, что вот ты очень много-много-много каждый день что-то публикуешь, и просто есть сложности с тем, ну, в каком направлении уже, вот, какие идеи придумать, и вот искусственный интеллект, тот же ChatGPT, он очень сильно помогает именно накидать какие-то гипоидеи, вот, из этих идей, конечно, надо очень много отфильтровать, надо отобрать какие-то интересные, потом просишь его просто доработать, я не знаю, контент, он накидывает идей, но в любом случае без обработки этого текста выкладывать, ну, пока что это все сыровато, но скажу так, что это очень сильно экономит во времени. Помимо прочего, так как мы постоянно работаем с большим объемом информации, нужно анализировать конкурентов, нужно анализировать вообще контент, который постоянно появляется, либо посмотреть YouTube-видео, очень много сервисов различных, которые позволяют делать самарайс такой, ну, выводы же сжатые, то есть они, грубо говоря, не надо смотреть уже двухчасовое видео, ты закидываешь просто видео, вот, например, YouTube самарайс, есть прилет, там вот такой плагин для Google, вот, закидываешь туда, он тебе делает выжимку по тексту, закидываешь там в ChatGPT, он тебе текст отструктурирует, потом хочешь еще сократить, закидываешь еще что дальше, и ты можешь таким образом несколько нейросетей использовать для того, чтобы сократить, грубо говоря, усвоение информации и получить какую-то самую выжимку, вот. Ну, я думаю, коротко, наверное, так, если какие-то еще там вот вопросы тоже появятся, я в процессе вспомню, может, о чем-то еще расскажу и так далее. Камиль, да, вообще это интересный такой инструмент, потому что, по сути, те, кто направлен как бы на привлечение клиентов-покупателей в логике B2C, я сама лично проходила вот эту историю, искала блогеров, сидела и в Инста, и там как бы с ними переписывалась, и все, что вы говорите, это прям реально, ну, как бы это меня парализовало в мое рабочее время и пространство очень серьезно, то есть у меня на это уходила куча времени, вот эти переписки, и то, что вы, ну, как бы туда, ну, получается, интегрировали такой гибридный, да, будет формат с искусственным интеллектом в плане ChatGPT, это круто. Другое дело, например, мой частный также, ну, как бы пользовательский, да, опыт, он говорит о том, что когда я там с МТСом через чат-бот, там, там, с тем же СБЕРом начинается какая-то вот, ну, как бы такой вот типа диалог, я говорю там, ну, мне нужна консультация именно с менеджером, то есть уже если я обратилась, то это точно какая-то внештатная ситуация, я хочу полноценный ответ, а не просто там, да, вот, ну, какие-то там по скриптам, поэтому здесь, ну, как бы, чем она будет, я как понимаю, объем не богаче вот эта вот база, на которой будут основаны скрипты и ответы, да, вот более такие они, да, это будет круто. Здесь у меня вдогонку такой вопрос, ну, с позволения нашего вот главного редактора Равиля Закирова, здесь, ну, мы же объединяем, да, союз татарских, да, порталов и вот это сообщество, и, конечно же, мы можем стать для вас неким таким тоже партнером в плане и тестирования, и плюс реферальную какую-то, если вы нам дадите, ну, как бы, да, вот тоже ссылку, тоже, ну, как бы прогонять тех клиентов, которые хотят на наших площадках публиковаться, что если они заточены тоже под, ну, как бы, инфлюсинг, да, вот эту блогерскую среду, то, что мы будем просто вас, вот, рекомендовать, потому что вы очень многие бизнесы, там, ВК, это вот, ну, как бы, да, куда-то, там, Телеграм-каналы, да, там и так далее, то есть в целом, ну, мы желаем вам только развития. А те вопросы, которые возникли сейчас у наших тоже и спикеров, и слушателей, я думаю, что мы, ну, я предлагаю это уже к финишу нашему, да, перенести. А сейчас, ну, как бы, поблагодарю вас и еще раз представлю, что с нами был Камиль Бахтеев, он является, да, кандидатом технических наук и SEO-стартапа, о котором только что-то рассказал, и все так по чесноку. Меня это тоже так очень сильно, будем так говорить, ну, как-то так раскрыло, потому что вы не скрываете, какие у вас были и моменты, связанные с, ну, как бы, да, вот тупиковые, да, и как вы работаете над своей платформой и понимаете, где ваши конкурентные плюсы, поэтому будем рады тоже свою лепту внести в вашу программу «Подбор блогеров» для рекламодательных алгоритмов машинного обучения. Так что благодарим. Спасибо. Да, и дальше переходим к нашему сегодня финальному спикеру, как раз вот Костантин Скобельцин, он нам тему подготовил доклада «Система искусственного интеллекта для повышения качества жизни». Это, конечно, такая гордиозная тема, и она серьезная, и вот мы как бы начинали вот от АЗОВ, да, и вот сейчас уже как наша жизнь может быть качественнее, вот, благодаря искусственному интеллекту, нам расскажет эксперт в области разработок высоконагруженных информационных систем, он также является директором ООО «Научная студия». Так что, Константин, вам слово, приветствуем вас. Коллеги, приветствую, спасибо большое. Большая честь находиться среди таких крутых специалистов. Тема сегодняшняя действительно довольно интересная, довольно обширная, это система ИИ для повышения качества жизни. Коллеги, мы уже около 10 лет на рынке, нашими продуктами воспользовался уже более 2 миллионов человек, и мы, разумеется, ведем трекинг того, как люди с ним взаимодействуют, чем они занимаются, как они вообще взаимодействуют с нашими продуктами, какие вопросы решают. И мы обнаружили, что на самом деле самая-самая-самая сложная часть – это когда людям неудобно, и в какой-то степени система начинает понижать либо их самооценку, либо рефлексию о том, что они, допустим, что у них что-то получается или что-то не получается. И мы решили провести небольшое исследование. То есть, как ИИ-системы способны улучшить качество жизни людей. По словам, улучшить качество жизни, разумеется, требуются конкретные метрики. И в данном случае, позвольте, я начну немножко из общих теорий и перейдем к непосредственно практическим вопросам. Итак, самое главное, что надо понимать, что когда у нас есть современная ИИ, то на самом деле практически 90% успеха того или иного начинания заключается в том, насколько качественны идут данные, насколько качественно они обрабатываются, и, разумеется, насколько правильно из них делаются выводы. Это так называемый Data-Driven подход, который здесь уже неоднократно скользь упоминался. Мы его, разумеется, продолжаем. Давайте посмотрим, как же у нас с вами прошел Data-Driven, вообще его маленькая история. Я оставил только три наиболее таких интересных момента. Значит, первый Data-Driven подход, это, разумеется, не самый первый, но просто он наиболее знаковый, и все его знают, все его проходили. Коллеги, это второй закон Ньютона. То есть Ньютон использовал матаппарат для того, чтобы предсказывать различные явления на бирже, разработал и вывел второй закон Ньютона, который все мы с вами, конечно же, знаем из школы. Кто-то с удовольствием вспоминает, кто-то с не очень большим удовольствием. Но, тем не менее, это факт, что это просто был подход на основе данных. То есть был выведен фундаментальный закон, который до сих пор имеет место быть и до сих пор еще опроверген только на самых макромасштабах или наномасштабах. Но, тем не менее, в нашей повседневной жизни работает. Разумеется, из Data-Driven подхода очень интересная вещь. Это парадокс Монти Холла. Но знаменитая игра, где у вас есть три двери, за двумя есть какая-то ерунда, за одним из них миллиард долларов, машина, какая-то награда. Вам предлагается выбрать одну из дверей. Вы ее выбираете. Потом вам показывают дверь, где не находится приз. И вам надо принять решение. Поменять ли свое решение на другую дверь или не поменять. И вот что интересно, вот здесь как раз в этой задачке наиболее показательный как раз находится тот момент, что наша интуиция не всегда работает правильно. Что надо в действительности опираться на числа, на вероятности и принимать правильное решение. Какое, кстати, правильное решение здесь, коллеги, я вам озвучивать не буду. Но я уверен, что многие здесь знают из присутствующих. Те, кто не знает, парадокс Монти Холла, добро пожаловать, почитайте, очень интересно. Из наиболее современных трендов, которые существуют уже на самом деле давно, но давайте возьмем как раз у нас тему тут стартапы, в основном очень часто упоминается, поэтому АБ-тестирование. То есть, грубо говоря, мы с вами берем и начинаем принимать решение, какой лучше квадратик, вот этот или вот этот. На самом деле у кого-то из вас может возникнуть решение, что либо А, либо Б, но на самом деле самый простой вариант показывать половине вашего, допустим, половине вашей целевой аудитории такой квадрат, половине другой целевой аудитории такой квадрат, а потом измерять метрики. То есть, на то, как вот эти вот фигуры воздействуют на вашу целевую аудиторию. Опять же, в данном случае это просто оторванный от жизни пример. Если вдруг кому интересно, welcome, почитать дальше. Итак, у нас есть миллионы кейсов, когда у нас с вами есть большое количество данных, которое позволяет прийти к какому-то выводу, которое позволяет дальше принимать какие-то судьбоносные решения. Теперь, смотрите, у нас есть набор данных. Теперь эти данные надо как-то обработать. Значит, поэтому, разумеется, человечество давно уже пытается автоматизировать эту задачу с помощью различных алгоритмов и общая вот эта вот супермашина, которую мы хотим получить, это искусственный интеллект, это некий аппарат, который способен понимать, анализировать, принимать знания и решать задачи. Ну, на самом деле, довольно простое определение. Смотрите, есть у нас на самом деле, в данном момент, вот в данном момент развития, на самом деле, сейчас, как правило, используются это машинное обучение и глубокое обучение. Почему глубокое здесь написано изучение? Потому что в Oracle было так написано, но мне очень понравилось само определение. Значит, по большому счету, это приложение для решения сложных комплексных задач. Значит, машинное обучение и глубокое изучение. Давайте немножечко демистифицируем эти явления. Коллеги, значит, машинное обучение в общем случае это просто-напросто такая, по сути, черный ящик, в котором мы закидываем кейсы, где есть вводные данные, есть выходной результат, и мы хотим, чтобы машина сама научилась их определять. То есть мы, грубо говоря, в нее грузим, 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 грузим большие данные, грузим, грузим. Она у нас научилась с какой-то долей вероятности это определять верно. Мы считаем, что мы победили. Глубокое обучение – это когда у нас несколько систем соединены параллельно и последовательно друг с другом, также для решения какой-то определенной сложной задачи. Значит, наиболее, конечно же, распространенной моделью в данный момент является, разумеется, эта нейросеть, искусственная нейросеть, которая моделирует работу нервных клеток. Буквально пару слов позвольте для тех, кто будет слушать эти видеозаписи, как эта вещь работает. То есть у нас, например, есть фотокамера, какая-то картинка. Каждый пиксель подключается к своему входному нейрону. Это так называемый внешний слой нейронов. Далее идет внутренний, значит, скрытый слой, несколько скрытых слоев нейронов, и каждый нейрон определенным образом соединен с каждым из слоев. В свою очередь каждый из слоев тоже каждый нейрон соединен с каждым из слоев, и так далее, и так далее. И в конце концов все выходят к выходному нейрону, который, значит, при наличии сигнала на этом окончании сигнализирует о том, что это, допустим, то явление, а не другое явление. Или это обезьяна, елка, беж, без разницы. То есть это очень упрощенная модель. Прошу прощения специалистов, если вдруг оскорбил, но это на самом деле в общем случае работает так. Если вдруг посмотреть поподробнее, то на самом деле любая нейросеть – это просто-напросто вот такой реально набор соединенных элементов. Наша задача – правильно подобрать веса, то есть, грубо говоря, насколько должен нажаться сигнал, и как он должен преобразовываться с помощью какой функции, и как он должен передавать дальше сигнал из себя. Таким образом, чтобы данные, которые входят здесь, совпадали с ожидаемыми данными, которые выходят здесь. Для этого есть модель обучения, то есть модель, когда вот эти алгоритмы веса подбираются наиболее оптимальным образом, чтобы вот это соединение имело минимальную ошибку. Теперь, когда мы это поняли, мы, разумеется, можем сделать следующий вывод, что качество любого искусственного интеллекта на самом деле определяется вводными данными. И на самом деле алгоритмы, которые определяют его дальнейшее развитие. То есть искусственный интеллект – это прежде всего набор входных данных. То есть даже знаменитый чат GPT, они сами рассказывали, что они моделировали множество-множество диалогов, прежде чем эта вещь научилась что-либо делать. Очень важно понимать, дорогие коллеги, что вот эти вот шарики, искусственные нейроны – это, по сути, фактор. И сейчас многие нейросети любят козырять как раз этим количеством факторов, количеством параметров, которые они исследуют. По большому счету, это как раз количество вот таких вот нейронов, которые позволяют определять какие-то данные, предметные области. Дальше вот как раз эти параметры, кстати говоря. Теперь давайте немножечко демиссифицируем GPT. То есть что такое GPT? GPT на самом деле, модели GPT, по большому счету, это просто T9. Это просто T9 на стероидах. То есть задача GPT модели – это просто-напросто предсказывать следующую какую-то минимальную единицу. То есть это может быть слово, буква, словосочетание или, например, какие-то слоги. Но самое главное, что задача простая. Даем первое слово, она должна предсказать второе слово. Даем второе слово, она должна предсказать третье слово, в данном случае это запятая, например. Третье слово, четвертое слово, пятое слово и так далее, и так далее, и так далее. То есть и на основании как раз большого количества данных мы просто обучаем модельку максимально правдоподобно предсказывать следующий какой-то символ или слово. Итак, теперь, когда мы с вами определились с тем, что мы подразумеваем по словам искусственный интеллект, то есть это система глубокого обучения на основе нейросетей в данный момент. Разумеется, существует много других способов, давайте пока сфокусируемся на них. Просмотрим на исследование McKinsey, о, простите, PricewaterhouseCoopers, о том, как искусственный интеллект будет развиваться дальше. Значит, мы находимся здесь. Как можно наблюдать, мы реально видим небольшую плату, но в дальнейшем, действительно, примерно через пять лет, как Дмитрий предсказывал, будет рост. Если не будем контролировать, то он будет неконтролируемый, будет конец света. Надеюсь, что нет. Если контролируемый, то, в принципе, будет относительно линейный рост по внедрению системы искусственного интеллекта в наше повседневное бытие. Коллеги, но уже неоднократно было сказано до этого, что многие нейросети, они делают что-то плохое по отношению к человеку просто потому, что они были неправильно в кавычках воспитаны. На самом деле, даже сейчас, если выехать на улицы Казани или любого другого города, мы можем наблюдать большое количество неискусственных интеллектов, уровень поведения которых, на самом деле, далеко-далеко еще до нормального, недевиантного поведения. К сожалению, поэтому у нас есть правоохранительная система и подобные другие системы. Значит, наиболее оптимальным вариантом, на самом деле, развития систем, это, разумеется, обучить их тому, чтобы они могли оценивать, насколько их действия будут правильными или неправильными по отношению к людям. По большому счету, нам нужно создать эмпатию. Это если в широком смысле. А в узком смысле мы можем просто сейчас, в данный момент, создавать микронейросети, которые позволят улучшить качество жизни людей, и для того, чтобы это сделать, нам нужно проанализировать, во-первых, куда можно двигаться. Значит, есть, разумеется, несколько сотен, я думаю, если не тысяч, мнений, что же такое качество жизни. Но вообще это просто какое-то понятие, которое характеризует эффективность всех сторон жизнедеятельности человека. То есть, например, финансовый университет при правительстве РФ говорит, что это продолжительность жизни, социальные отношения, благополучие, познание, учет мнения, полноправное участие, то бишь, по сути, в право голоса, доступ к разнообразной информации и комфортные условия труда. Разумеется, можно спросить чат-жепети, например, что оно имеет в виду по качествам жизни. То есть, это, разумеется, снизить риск улучшения точности диагностики заболеваний, автоматизация и оптимизация процессов, повышение уровня безопасности, образование, оптимизация энергопотребления, помочь людям с ограниченными возможностями, о развитии транспортных средств и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, все эти параметры, что вот эти, что вот эти, они неизмеримы. Поэтому мы приняли решение, что если мы хотим улучшать наши текущие продукты, нам нужно использовать какой-то готовый фреймворк. К сожалению, мы не обнаружили существующего фреймворка для анализа качества, оценки качества жизни. Поэтому мы начали смотреть вопросников. Самый, значит, довольно объективный и нормальный опросник, который мы нашли, это опросник Всемирной Организации Здравоохранения, называется ВОСКЖ100. Здесь представлена в QR-коде ссылка на этот опросник. Если вдруг кому интересно, можете ознакомиться заранее, кому не интересно, давайте по-быстрому это пройдем вместе и проанализируем, какие же продукты мы могли бы создать или какие подсистемы мы могли бы добавить для того, чтобы улучшить качество существующих систем, для того, чтобы их пользователи могли почувствовать себя чуточку лучше. Потому что, как мы знаем с вами, во-первых, улучшение качества, ощущение человека взаимодействия с каким-то предметом, во-первых, это повышает продажи, то есть это элементарно экономический эффект, но, во-вторых, это повышает именно просто удовлетворенность людей вокруг нас. Ну а мы с вами, как предприниматели, как создатели чего-то нового, мы должны стремиться сделать жизнь людей лучше. Поэтому давайте приступим. Значит, первый вопрос, который выходит в вопроснике, беспокоитесь ли вы по поводу физических болей, насколько трудно справляться с болью, дискомфортом, в какой степени чувствуете, что боль препятствует выполнению того, что вам нужно сделать. А под боль, я так понял, здесь имеется в виду, конечно же, физическая боль, но, грубо говоря, как мы могли бы применить систему искусственного интеллекта, нейросетей, для того, чтобы решить вот эти вопросы, чтобы ответ на этот вопрос стал чуточку лучше. Коллеги, практически на каждый вопрос будет на самом деле ответ большие данные, потому что без правильных датасетов, без правильных опросников, без правильных каких-то вот измеримых параметров нельзя создать искусственный интеллект в данный момент, который смог бы решить задачу более-менее адекватно. Значит, что мы нашли? То есть, разумеется, мы снимаем данные о том, что людям больше всего нравится, что не нравится. Когнитивно-поведенческая терапия это довольно интересная вещь, это по большому счету, когда вы можете вопросами с человека снять определенный вид каких-то болей. Разумеется, можно использовать мета-оборудование, например, которое позволит каким-то образом снижать болевой порог. То есть, можно, например, придумать какое-то устройство, которое сможет создавать электростимуляцию, которое будет снижать болевые пороги. То есть, возможно, вам знакомо, что если вы идете к какому-нибудь стоматологу, то этот человек может сделать какую-то операцию, какую-то небольшую операцию, вы не почувствуете боли, хотя он не сделал укол. Бывают же случаи, когда приходится делать по три укола, а все равно неприятные ощущения сохраняются. То же самое касается медооборудования. То есть, существует специальное тренажер, ну, не тренажер, а устройство, которое вы можете, допустим, прикрепить к своей мышце болящей, и определенные операции передаются на вашу мышцу, и боль ушла. Разумеется, телемедицина. То есть, на самом деле, в потенции, прямо в пределе телемедицины, это, разумеется, огромный супер AGI, суперинтеллект, который связывается с вами, смотрит через удаленную камеру, снимает какие-то показатели и делает выводы. Коллеги, четыре огромных рынка, на самом деле, на которые можно выйти. И, на самом, вот мы сейчас исследуем, как раз проверяем многие гипотезы, чтобы, возможно, здесь есть что-то. И, разумеется, мы против формов игру, потому что там личное мнение людей, которое не всегда правильное и практически всегда ведет к каким-то деструктивным и неправильным выводам. Это первые три вопроса. Следующий набор вопросов, который, на самом деле, вот уже лучше, на самом деле, подходит для решения с помощью искусственного интеллекта и создания модуля, который можно встраивать во многие системы. Это вопрос утомляемости. Утомляемость, усталость, концентрация и энергия для повседневной жизни. То есть здесь, на самом деле, мы просмотрели огромное количество исследований, но наиболее показательные, на самом деле, вот исследования компании Citrix и McKinsey. Citrix – это система, которая делает удаленные рабочие столы, а McKinsey – это крупная система, которая сейчас называется Яков и партнеры в России. Которые исследуют как раз взаимодействие, поведенческие паттерны многих сотрудников. И они показали, что в день сотрудники переключаются между разными приложениями более 400 раз. То есть можете себе представить, что вы в день делали переключения 400 раз. Значит, раз в 40 секунд вы что-то делаете. Значит, к чему это приводит? А приводит это к тому, что существенно снижается качество жизни. Коллеги, многие, я думаю, не надо мне рассказывать, насколько это неприятно быть все время отвлеченным в какую-то сторону. То есть вы только-только садитесь, например, писать текст или какой-то доклад или какое-то исследование, презентацию и так далее, и вдруг у вас в Телеграме или на беззвучке или в озвучке происходит сообщение какое-нибудь из какого-нибудь чатика. Вы читаете, к вам адресован вопрос, но вы понимаете, что вопрос, допустим, не ваш. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что вы просто-напросто теряете свое время. Плюс в среднем каждое переключение внимания забирает примерно 2 минуты вашего умственного труда на низком уровне и может забирать до 40 минут какого-то умственного фокуса в случае, если у вас какое-то решение сложной задачи. К примеру, можете попробовать в уме умножить 37 на 39 и початиться с кем-нибудь в Телеграме. У вас это не получится. Хотя вроде бы задачи с точки зрения арифметики несложные. Значит, как решается снижение количества вот этих раз? Во-первых, рекомендательные системы. То есть, это серия Google, Яндекс, контекстная реклама. То есть, теоретически, на самом деле, если контекстная реклама в своем максимуме, должна позволять вам экономить время. К сожалению, пока что не совсем так. Google Ассистент в России не так хорошо работает, но в США, если вы подключаете Google Ассистент плюс-плюс какой-то супер навороченный, он может вместо вас даже поговорить, как сейчас современные голосовые ассистенты на сотовых операторов. Сирия, единственный способ, как Сирия улучшает жизнь, к сожалению, это только то, что она может предложить правильное приложение, и то не всегда, и правильный маршрут домой там или на работу. Далее, также есть практика осознанности, то есть, это практика, которая позволяет, значит, есть некоторые искусственные интеллекты, которые сейчас пока не имеют правильного уровня доступа приложения, которые позволяют по уровню вашей вовлеченности в текущую работу включать беззвучный режим или даже включать режим игнорирования внешних раздражителей на цифровых устройствах для того, чтобы вы могли достичь результата. Разумеется, большие данные, куда же без больших данных? Большие данные это как раз тот вот суперсекретный соус, который позволит создавать вот эти вот параметры, которые позволят вам улучшать вашу жизнь. В данном случае будет иметь даже место персональные большие данные, то есть, система, например, которая определит, что, допустим, по понедельникам вы лучше всего работаете, если вы сидите на стуле, допустим, фирмы такой-то, направленной в какую-то сторону, и если вы не будете разговаривать в это время по телефону, то параллельно по телевизору будет идти какой-нибудь сериальчик. Это реально может звучать как бред, но только большие данные скажут, насколько это бредово или не бредово. Вообще, тема рабочая. Я знаю многих людей, у которых есть свои какие-то практики, чтобы войти в определенном состоянии потока, чтобы создать какой-то код. Ну и мониторинг. Почему я так подробно рассказываю про эти четыре вопроса? Мы проверяли одну гипотезу и создали даже в рамках проверки из гипотез свой продукт Focus 24, который позволяет как раз решать такие задачи. Но сейчас это уже переходит потихонечку в систему проведения онлайн-конференций, но это отдельная история, поэтому давайте пока что перейдем к следующему набору вопросов. Значит, следующий набор вопросов, которые крайне определяют качество жизни, это, разумеется, мониторинг сна. Значит, мониторинг сна это на самом деле очень большая проблема, потому что сон, как выяснилось, это примерно треть нашей жизни. И вот здесь, конечно же, искусственный интеллект способен помочь нам как ни что ни другое. Из наиболее показательных, что мне понравилось, это, разумеется, в Яндекс.Алисе, если вы вдруг приобретете Яндекс.Станцию, перед сном, если вы делаете какой-то запрос на нее, то она вам может предложить какие-то там сеансы осознанности или какие-то включатся звуки для сна и так далее и тому подобное. Также есть система компании Garmin, то есть вы можете их носить, и они вам подсказывают, когда надо заниматься спортом, когда надо выполнить какие-то определенные действия, чтобы достичь каких-то определенных результатов. Ну и, разумеется, коллеги, большие данные, это уже соус, который я даже не буду упоминать. Дальше. Вот здесь суперточка развития на самом деле. Суперточка развития заключается в том, что у многих людей проблема в самооценке, то есть уверенность в себе. В данный момент из области искусственного интеллекта мы нашли только на сайте Тони Робинса упоминание о том, что идет создание у них искусственного интеллекта, то есть искусственной Тони, грубо говоря, которая будет позволять, задавая некоторые многие вопросы, делать какие-то выводы и каким-то образом мотивировать человека на то или иное направление. К сожалению, дальнейших знаний по этому исследованию у нас нет, поэтому ждем с терпением, чему это приведет. Дальше. Наслаждение жизнью. То же самое. Сейчас только это можно сделать с помощью предложения медитации и больше никак иначе. Оптимизм. То есть насколько сильно люди чувствуют безопасность, насколько сильно люди чувствуют себя либо беспокойными. А в данном случае, конечно же, конкретно ИИ решить не может. Может только решить какое-то устройство или какой-то сервис, который будет использовать ИИ. Поэтому, к сожалению, здесь я могу сказать, что это точка развития. Возможно, здесь есть рынок. И эти надо проверять гипотезы еще очень глубоко и очень долго. Финансовые трудности. К сожалению, единственными сейчас пользователями искусственного интеллекта в области выполнения решения финансовых трудностей являются коллекторские агентства и агентства, которые занимаются высокочастотной торговлей на рынке. То есть есть огромное количество компаний сейчас у нас, которые занимаются высокочастотной торговлей. То есть они создают специальные искусственные интеллекты, алгоритмы, которые позволяют максимально быстро и максимально эффективно и безопасно увеличивать стоимость активов при помощи большое количество операций в секунду. Ну и коллекторские агентства, которые, разумеется, проводят скоринговые исследования для того, чтобы определить, будет ли кредит возвратным или невозвратным, и какую правильную поставить ставку для того, чтобы это произошло. Ну, так себе на самом деле история, честно говоря. Давайте двигаться дальше. Надеюсь, что когда-нибудь, может быть, с помощью искусственного интеллекта решать персональные проблемы с финансами. Ну и коллеги, есть множество вопросов, на самом деле, которые здесь остались за кадром. То есть там на самом деле более 100 вопросов. Я всегда выставил наиболее показательные. То есть медицинское лечение, уверенность в себе, способность работать, насколько вы удовлетворены своей способностью работать, то есть насколько вы верите в себя и так далее, и так далее, и так далее. Вообще можете ли вы работать в принципе. То есть такие вопросы, разумеется, уже лежат вне компетенции искусственного интеллекта. Это, значит, насколько искусственный интеллект сможет здесь себя проявить, это только большие данные, только исследования. Поэтому, коллеги, из тех, кто здесь есть практикующие, призываю накапливать эти метрики и хранить их в каком-то открытом источнике данных, чтобы другие ребята, у которых более светлые головы, чем у нас, и больше времени, чтобы они могли, используя эти датасеты, создавать какие-то продукты, которые смогут в дальнейшем улучшить качество жизни. Разумеется, таких кадров надо еще обучить. Значит, сейчас как может искусственный интеллект помочь нам обучиться? Разумеется, это использование ChargerPT, который, к сожалению, запрещен, ну, вернее, который забанили российские IP-адреса. Существует огромное количество open-source моделей, включая open-source модель довольно мощную Lama, которая ушла из Facebook, которая в частных руках тоже способна, в принципе, давать какие-то результаты. И здесь, конечно, довольно сложно их разворачивать. Они работают на платформе Linux, то есть здесь надо, чтобы кадры умели это делать. И, разумеется, надеемся, что гигант-сервисы от Google и Яндекса, ну, еще Сбера, на самом деле, но я почему-то до сих пор не смог воспользоваться гигачатом, к сожалению, чтобы они могли позволять создавать какие-то тоже обучающие платформы, которые смогут выстраивать персональные траектории развития. И, разумеется, с помощью больших данных можно было формулировать наиболее оптимальную вариацию, наиболее оптимальные учебные программы, чтобы получались специалисты наивысшего уровня за наименьшее время. Опять же, это очень замечательная точка развития. Рекомендую, если вдруг кто ищет тему для стартапа, здесь приглядеться. Коллеги, а теперь давайте немножко о грустном. Значит, вот мы с вами, допустим, делаем систему искусственного интеллекта, и, допустим, мы даем задачу. Найди нам целые А, Б и С, сумма кубов которых будет составлять число 33. Уверен, что многие слушатели сейчас подумают, что это довольно тривиальная задача, потому что, согласно математическому анализу, количество таких решений составляет бесконечность. И это действительно так. Но, к сожалению, при кажущейся простоте задачи, если мы даем эту задачу товарищу ЧАДЖПД, то мы получаем ответ минус 1, 2, 3. С полной уверенностью эта печатная машинка нам сообщает, что вот это правильный ответ. Но, на самом деле, если мы сюда поставим, то минус 1 плюс 4, это будет 3 и 3 плюс 27, это будет 30. И 30 не равняется 33. Но машина, поскольку неправильно интерпретировала поставленную задачу, дала неправильный ответ. И в полной уверенности, что это так. И, на самом деле, даже если ей сказать, что ты, машина, не права, она говорит, ой, прошу прощения, кстати, коллеги, тоже прошу прощения, я, кажется, тоже посчитал неправильно. Вот, она говорит, прошу прощения за путаницу, неверную информацию и так далее, так далее. Тем не менее, ответ мы так и не получили. Самое интересное, что ответ был получен спустя несколько сот лет после поставленной задачи, буквально пару лет назад, и вот вам правильный ответ, коллеги, если вдруг кому интересно. А все остальное, это просто был, на самом деле, бред. Это была галлюцинация нейросети, которая в данный момент является, конечно же, большой проблемой. И вот, действительно, одна из опасностей в том, что машина захочет нас поработить. Еще больше опасно, что машина просто где-то что-то посчитает не так, создаст фатальную ошибку, которая будет несовместима с жизнедеятельностью человечества. Поэтому, согласен, действительно, надо следить. Но также предлагаю вынести, ну, предлагаю создать какую-то нейросетку, которая способна, ну, или хотя бы будет содержать какой-то минимальный набор параметров, отвечающих именно за качество жизни. То есть, грубо говоря, вот чтобы, например, беспилотник не нападал на его управляющего или там на систему связи, в беспилотнике должен быть контур, отвечающий за восприятие эмоционального, например, эмоционального фона относительно действий. То есть, к примеру, если бы беспилотник знал, что если он, допустим, навредит и создал какую-нибудь там, допустим, финансовую проблему, то этого лучше делать не стоит. То есть, по большому счету, нужно писать какой-то модуль эмпатии или хотя бы набор параметров для эмпатии для того, чтобы вот это вот то, то, что мы создаем, оно позволило дальше двигаться в созидательном русле, а не в негативном. Потому что сейчас, коллеги, на самом деле наблюдается действительно то, что какие-то агрессивные по отношению к конечным пользователям действия, они как раз получаются вследствие того, что в расчете нету просто параметров, отвечающих за гуманность, в расчете нет параметров, отвечающих за качество жизни, если вот эту вещь внедрить, то тогда качество, разумеется, принимаемых решений ИИ и, разумеется, их какой-то пользы для человечества, оно будет максимизироваться. Спасибо большое за внимание. Здесь также привожу графики по вложениям в область ИИ, по различным направлениям, если вдруг кому-то будет интересно. Коллеги, спасибо большое. Константин, да, конечно, перед тем, как тоже выйти в эфир, мне отправили вашу презентацию, и я, когда ее смотрел, думаю, так, о чем это, о чем это? И сейчас, когда вы все это раскрыли, палитру, я, ну, как бы, у меня сразу же зацепилось таких два вопроса. Первый вопрос по поводу эмпатии. Да, борьба уже идет не за внимание, а за близость. И вот эта вот, ну, как бы, интеграция искусственного интеллекта и все, что связано с тем, чтобы, ну, как бы, чек-листы, да, по диагностированию человека в плане его самочувствия, здоровья. Ну, у меня был опыт по тайм-менеджменту, когда еще только начинались все вот эти вот менеджерские штуки. И я, ну, как бы, вот этот контроль всегда веду, что так, что меня отвлекает, не отвлекает, где я уже начинаю, у меня там от какой-то операционной работы там затекать шея, еще чего-то, когда мне нужно вставать там кофе, не кофе пить. И я, ну, как бы, начала думать о том, что все же мы разные, и если все будут унифицированы с учетом вот, ну, такого подхода, и все будут, ну, как бы, вот, оцифрованы, мы тогда теряем компонент вот этого вот творчества, вот этого потока, ощущения золотого ребенка. Нет ли опасности в этом, вот, по поводу эмпатии, и что, ну, как бы, у каждой ситуации есть оборотная сторона, то есть, ну, как бы, имея такое добрыми намерениями, вымещена дорога, как бы, в общем-то, понятно, куда. Вот это первый вопрос. И второй вопрос, он связан с тем, что, когда вы затронули аспект, связанный с финансированием, ну, как бы, с финансовыми, да, решением финансовых вопросов, а разве здесь не находится ли уже имеющаяся блокчейн, криптовалюта и все, что с этим связано? Потому что там, ну, как бы, код просматриваемый, он прозрачен, да, там есть своя тема, там, и мошенничество, и всех этих, ну, как бы, пирамидных схем, но все равно, ну, как бы, люди определенным образом уже, ну, как бы, ну, определенный круг научены этим, и в целом это хорошая такая, ну, как бы, будем говорить, ну, не хорошая альтернатива, не хочу в политику входить, но все равно не является ли блокчейн и криптовалюта уже тем механизмом для решения финансовых вопросов в плоскости искусственного интеллекта и нейросети. Вот два пока таких вопроса вам. Да, спасибо большое, замечательные вопросы. Но по поводу первого вопроса, на самом деле, это именно как раз тот самый тезис, который говорит о том, что внедрение нейросетей в наш, ну, повседневный образ жизни, он повысит требования к нашим скиллам. Но на самом деле повысит требования не только к скиллам, повысит требования еще и к тому, на самом деле, насколько мы являемся вот именно уникальной личностью. То есть вы можете себе представить, что, например, каждый школьник сможет рисовать, например, как Пикассо, да? Каждый школьник сможет создавать, допустим, ну, там доказывать супертеоремы, как самый крутой математик, допустим, там несколько сотен лет назад. То есть и все получат в руки вот эти суперинструменты, которые будут еще мало того, что это суперинструменты, они еще будут очень человека-френдли. То есть каждый сможет им пользоваться, потому что у них будет как раз нормально, адекватный интерфейс. Это просто на самом деле повысит требования, требовательность к людям, которые захотят стать уникальными. Потому что есть даже давняя шутка, например, ну, даже две. Первая – это фраза, что я уникальная личность, как и все. Это первая шутка. А вторая шутка, что на самом деле большинство людей сейчас представляет собой просто набор клише, который они подчеркнули в пабликах и в любимых сериалах. То есть, а здесь на самом деле, вот чтобы оставиться ну, аутентичным, уникальным, людям придется вдвойне, во-первых, прокачивать скиллы по критическому мышлению. Во-вторых, им придется, ну, предъявлять намного большее требования к их интеллекту, к их вот этой вот креативности. То есть на самом деле, действительно, я согласен, это действительно опасность. Именно поэтому как раз сейчас и притормаживают везде искусственный интеллект, потому что, ну, это просто легко всех превратить в одну серую массу. То есть это будет не серая масса, как обычно все боятся глупых там людей, которые там будут безвольные, без вкуса, без этого. А наоборот, все станут супер продвинутые, супер правильные, супер навороченные, но при этом потеряют полностью свою идентичность. И это вызов скорее для людей, чем для искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект – это просто технология, которая развивается. А вот люди, которые притормозились в развитии, вот им, да, вот перед ними сейчас будет стоять действительно интересная задачка. Это вот по поводу первого вопроса. Но это скорее ситуация, на самом деле, и мнение, потому что у меня, к сожалению, решения на этот вопрос нет. То есть, ну, как можно дать, допустим, человек плохо, допустим, ну, пишет код, да? Вот, ну, как я могу заставить его писать код лучше? По сути, никак, это его уникальность. То есть, его уникальность, возможно, в чем-то другом, в какой-то другой плоскости. Вот тут как раз эту плоскость придется им искать. Это одновременно и вызов, и опасность, и одновременно какое-то великое благо, похоже. Я не могу, я не могу сейчас пока это оценить, я прошу прощения, но здесь надо просто подождать. Не хватает данных. По поводу второго вопроса. Значит, действительно, с помощью блокчейна и криптовалют прослеживаемость многих транзакций стала намного выше. И при этом, при этом, смотрите, можно купить тот же самый биткоин, один день он будет стоить 25 тысяч долларов, на следующий день он будет стоить 2 тысячи долларов, через день он будет стоить 100 тысяч долларов. И вот в данный момент, в данный момент выигрывают в основном от этого те, кто способны влиять на эту цену, на эту стоимость. То есть, финансы – это жестокая игра. То есть, это не инструмент данного, это одновременно и инструмент, и жестокая игра, особенно для тех, кто любит спекулировать на рынке. То есть, здесь, в данном случае, возможно, и было бы как раз его максимальное благо, если бы это было системой какой-то торможения как раз спекулятивных действий, чтобы люди уже прекратили, наконец, обманывать друг друга, ну, не обманывать, но обыгрывать друг друга, и начали уже, наконец, создавать какое-то благо. Потому что сейчас, например, тот же самый биткоин или другие вот эти криптовалюты, они неизвестно, чем подкреплены, неизвестно, какая у них реальная стоимость, и как это двигается дальше. Единственное, что они дают, какой плюс, это только то, что можно последить, куда уходят средства. Это единственный плюс. И то, даже эти плюсы уже сейчас нивелируются с помощью устройств, ну, вернее, сервисов под названием миксеры, то есть, которые берут какую-то транзакцию, потом ее нарезают на сотни тысяч других транзакций, и, в принципе, вся прослеживаемость криптовалют сходит на нет. Только люди с супервычислительными способностями способны давать какой-то реальный результат. Поэтому тут я считаю, что все-таки вопрос еще открыт по поводу позитивного решения на уровне финтеха. Но я могу точно сказать, что банки и система вот этих вот всевозможных онлайн-торговли, хедж-фонды и другие вот такие институты, они на этом отлично зарабатывают, потому что вот у них как раз нейросети определяют, куда пойдет тренд, как он пойдет. Он вычисляет людей, у которых, допустим, они имеют слабую психику, там, стресс-устойчивость. Есть там нейросети, которые, наоборот, ловят людей с сильной устойчивостью. То есть это целое направление, огромные деньги там вращаются. То есть можно, например, загуглить. Ренессанс Капитал – это компания, которая под управлением одного математика зарабатывает гигантские деньги. У них работают умы не хуже, чем в Гугле, но их задача одна простая – то есть зарабатывать деньги на том, чтобы торговать на рынке различными благами. А надо, чтобы это было еще у частных лиц в руках, не только у институтов. Константин, вы как раз-таки сейчас объединили, вот у меня витал этот вопрос, объединить этику, экологичность искусственного интеллекта. И мы, когда первый доклад слушали Дмитрия, он как раз и говорил, что капитализм здесь диктует определенную, задает. А разве у системы, связанной с искусственным интеллектом, с блокчейном, вот этот коридор, сам блокчейн, он не является классикой? Если я правильно тогда поняла, когда слушала всю эту историю, что проф оф ворк – это классика биткоина. А вы говорили уже про проф оф стейк. То есть это фарминг, это как раз объединение вот этих настоящих денег, а не токенов, с учетом, люди там реально зарабатывают. Раз есть эти специалисты, которые выявляют благодаря искусственному интеллекту самочувствие человека, его психику, его… У маркетологов раньше такой был термин – социально-демографический портрет. А теперь можно уже говорить о психологическом, да, вот, ну, как бы, да, там стойкость эмоциональная, вот его возможность критического мышления и так далее. Разве мы не можем, используя вот это, вот, ну, как бы, уже определенным образом, ну, как бы, соединить, да, поженить вот эти вот разработки? И вот, слушая ваш доклад, предыдущих спикеров, ну, вы как бы… Я являюсь поколением, рожденной в СССР. И для меня все, что вы сейчас транслируете, говорите, и с какой чистотой, и с какой искренностью, и вот с какими-то такими высокими материями духовности. Для меня это просто, ну, как бы, некий такой оплот, что все хорошо, ну, как бы, здорово, что есть такие, как вы, такие вот, ну, радеющие за, ну, как бы, будем говорить, компонент духовности. Вот разве, ну, как бы, у… Еще раз поясню свой вопрос. У блокчейна, вот, в его классическом, да, виде, разве нет вот этого механизма, связанного с тем, что мы можем, ну, как бы, создавать реальность и, ну, как бы, объединять людей с учетом уже этой этики, да, вот, ну, как бы, экологичности. И, конечно же, ну, строить другую, будем говорить, ну, другие взаимоотношения, не связанные с кэшем и то, что, ну, как бы, вот порождает, вот, да, вот, морковку, да, за которой все бегут, и люди, ну, как бы, становятся рабами денег. Вот, 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 вопрос, наверное, по большей части в сторону криптовалюты. Разве там нет этого все-таки коридора? К сожалению, криптовалюта криптовалюте рознь на самом деле. Вообще блокчейн, блокчейн – это, по сути, система хранения данных, которая является децентрализованной. То есть суть блокчейна заключается в том, что, грубо говоря, вот мы все дружно заходим в эту систему, и, то есть нету какого-то центрального сервера, где лежат все данные. То есть, но при этом все взаимодействия финансовые, они остаются прежними. То есть из кошелька А сумма переходит в кошелек Б. Из кошелька Б в кошелек С. То есть, а что стоит за этим, тоже неизвестно. То есть здесь как раз юридическая еще проблема стоит в области блокчейна. Ну, вернее, не проблема, а скорее этот надстройка. Чтобы в блокчейне хранить, грубо говоря, право владения и право собственности. То есть это действительно, это тоже будущее на самом деле. Это прямо, знаете, тема отдельного доклада. Использование блокчейн для улучшения качества жизни людей. Я вот вам прямо гарантирую. Можно ровно столько же еще раз рассказывать не про нейросети, а про блокчейн. То есть вообще, да, теоретически возможно использование блокчейна для того, чтобы улучшать. Но еще раз, блокчейн это просто система хранения. Это как Яндекс.Диск, что ли. То есть просто который не имеет какого-то центрального хранилища. То есть он распределен по многим-многим-многим-многим людям. То есть и он может так же как нести благо, так и, например, хранить данные, например, личные данные какие-нибудь, которые лучше не сливать. Или там хранить какой-то там супер неправильный список, черный список. То есть в Китае, например, там же у них есть какое-то сейчас вот это хранилище, где лежит уровень этого, уровень, о, не карма, как это называется-то. Забыл. В общем, какое-то хранилище, где хранится личный индекс каждого, который может ему на основании его поведения ограничить ему те или иные права. Вот как раз мы сейчас и сказали о том, что вот эта унификация человека, оцифровка очень многих людей, особенно того поколения, который рожден из СССР и, ну, как бы, ну, будем говорить, 45+, да, для них это некий такой кошмар, что, ну, как бы, да, этот дивный мир, да, вот антиутопия. Она вот, ну, как бы, на наших глазах, она вот может развернуться, и Китай уже определенным образом демонстрирует успехи, в кавычках, вот в этом плане. То есть, да, и СБЕР, который, да, от Калининграда до Владивостока, да, открывает вот эти учебные, вот эти центры по изучению искусственного интеллекта. И уже там на уровне чиновников, администрации, да, там прием каких-то вопросов у администрации, там, не знаю, Сахалина или Чукотки, я не помню, да, читала, что происходит через искусственный интеллект. Тогда зачем мы тебя выбрали, чиновник, чтобы ты, чтобы с тобой общались через искусственный интеллект? Понимаете, подмена понятий, уже инверсия происходит. А мы вот, ну, как бы, говорим о серьезных интересных материях по поводу эмпатии и так далее. Поэтому я и свожу, что все-таки, может быть, через коридор, ну, как бы, финансового такого, да, института нового, да, ну, как бы, вот, финансового, именно называя это криптовалютой. Да, это отдельная тема, но я ее затронула, потому что она у вас была в докладе, да, описана отдельным слайдом. Поэтому, если, ну, Равиль Закиров посчитает важным и интересным это, ну, как бы, продолжить эту тему, и у вас будет время, да, на эту историю, мы можем это продолжить. А сейчас, ну, как бы, мы как раз в тайминге. Я благодарю, ну, как бы, очень интересный доклад, и вы, ну, как бы, развернули это все в качество жизни, ну, как бы, да, тут много таких моментов спорных, дискуссионных. Я предлагаю, вот, Равилю, ну, как бы, сейчас тоже взять слово, и его впечатления о всех наших докладах, вот, его выводы, потому что, ну, как бы, в основном, как бы, я говорила, вот, Равиль, ваше слово, ваше видение, вот, чтобы мы потихонечку приходили уже в нашу ситуацию по дискурсу, вот, как мы можем дальше наш диалог развернуть в КПД. Да, спасибо большое за доклады, они просто, доклады, они очень-очень меня восхитили, правильно слово сказал. Заклады очень восхитили, потому что они были очень-очень такие с новизной, с держательными, информация была уникальная, где-то там, она очень хорошо была структурирована, проработана, и под подача была хорошая, так что это очень хорошо тянет на, просто на хорошую такую институтскую лекцию в каком-нибудь престижном институте, институте. Очень понравились заклады, они очень разные, разной области, поэтому они, как бы, получается, пересечения было немного, на самом деле, они, каждый был что-то в своем. Мы послушали и очень интересный заклад обозрения искусственного интеллекта, мы прослушали и про медиа, да, про медиа проект интересные, как там можно использовать анализ данных и искусственный интеллект для анализ больших данных, вот эти статистики. И также мы поговорили про разработку, да, системы, как эти искусственные системы их разрабатывать, с учетом каких-то критериев, да, чтобы создавать там этичный и правильный искусственный интеллект. Очень интересные доклады, я подчеркнул у себя новых знаний, интересную информацию, сделал какие-то выводы про себя, какие-то поймал инсайты. И вот, когда вот, кстати, я начал говорить про финансы, искусственный интеллект сразу такая идея появилась, а вот если искусственный интеллект действительно станет предпринимателем, дать им такие возможности, насколько он сможет себя хорошо реализовать в этой области. Он же как бы правополушарный, да, пойдем, можно как бы думать креативно и предоставить креативные решения в бизнесе. Также мне понравилась вот наша небольшая дискуссия с Дмитрием по поводу левополушарного интеллекта, потому что мы сейчас в основном имеем с нейротидными системами, это правополушарные искусственный интеллект, а вот левополушарный, тот логический, этот математический, этот вот контроль, да, философский, он как раз очень, вот это большой потенциал в случае зрения науки, потому что как раз я услышал, что используют сейчас интеллект для решения математических задач некоторых, науки используют для решения задач, методом большого перебора. И такие системы могли бы очень хорошо продлить нашу науку. Ну, опять же, можно скрытись с квантовыми числениями, да, сейчас есть квантовые компьютеры, да, там используют квантные алгоритмы, допустим, можно применить искусственный интеллект для разработки квантовых алгоритмов, да, которые решают нужные задачи, да, тоже большая такая сфера, которая может ходить очень долго-долго. Просто я сам со временем занимался давно еще в институте искусственного интеллекта, которым тоже NLP занимался и всякими этими четкими числениями тоже погружался в эту область. Просто смотрю, эту область очень сильно развивается, и там как бы все равно новые алгоритмы, эти парадигмы появляются, да, квантные числения, университеты, они как бы и срами между собой как-то там споставляют, где там хорошо одно применять парадигму, где другую парадигму. Ну, они очень мощные, и тут главное иметь как бы в виде парадигмы, какая из них подходит для решения задачи, да. Вот, и искусственный интеллект, она очень адаптивна, по сути дела, она может как бы эмулировать, на самом деле можно эмулировать как бы одним парадигмом с помощью других парадигмом, да. Есть как бы эмуляторы квантовых систем, есть эмуляторы так как бы вот, ну, не ростевые. Тут как бы иметь, представлять о том, какие подходы правильно применять, какие задачи, да, и как их можно, не знаю, можно даже как-то скомбинировать друг с другом, да, для решения, ну, для получения нового класса задачи, нового класса систем. Вот, поэтому что-то далеко зашел уже. Очень интересные доклады, они развернули меня вот эти представления в этих сферах, и понимают, что там нужно копать и копать, изучать эти вещи. Вот, и тема блокчейна я специально, я изначально вынес ее в тему этой встречи, но потом отказался, потому что, наверное, будет как бы, ну, слишком много обо всем. И вот как раз Константин, он превосхитил, эту тему он раскрыл статистично. Поэтому я, мы можем сделать с нашей стороны, тоже после ледних отпусков, можем провести встречу по блокчейну, где все эти технологии, вот это вот интернет 4.0, да, если не ошибаюсь, который децентрализован интернет, да, вот это 4.0, там где все эти финансы, там как бы владение, это вот это интернет-порождение, да, владение этим токеном и прочими. Можно эту тему хорошо раскрыть, потому что эту тему, о чем все обсуждали, потом она некоторое время стихала, потом опять это все, это хайп возвращался, то есть там где-то такие тоже, да, вот, качели. Мы могли бы эту тему после каникул ее поднять и посмотреть и обсудить. Вот, благодаря еще раз всех участников, очень интересные доклады, уникальные. Я думаю, наши зрители оценят ее. Мы предлагаем вам обратную, ну, фидбэк получим, то есть все, что мы получим, мы вам придадим, подготовим материалы. И у нас есть чат по искусственному интеллекту, мы его создали еще в октябре, и если вы не против, я могу вас туда добавить чат. Мы там, как бы, вместе с новостями уже какие-то обсуждения ведем, предложения, идеи. Я могу, пожалуйста, вам их туда включить. Все, кто сегодня был на этой встрече. Еще раз большое спасибо. Можно перейти к обсуждению. У меня, в принципе, была там в списке тем, она, для меня важно, о том, пофотографию, как искусственный интеллект будет развиваться в ближайшем 5 лет. Какие вот, какие задачи сможет решать, что новое может открыть для нас. Можешь попробовать фантазировать тему. Какие вы видите искусственные, допустим, через 5 или 10 лет. Что у нас появится нового интересного в этой области. Спасибо. Да, Рави, спасибо. Я присоединяюсь к вашему вопросу. Почему? Потому что, вы знаете, вот еще раз возвращаясь к нашему, ну, к нашей встрече в 2022 году, она, увы, не записалась, да, но она была такая, достаточно тоже яркая. Я помню свой подход к тому, что вот, ну, какая играючая, понимаете? Я относилась к этой теме играючая. А сегодня, вы говорите, 5 лет, а уже еще даже вот, ну, там, сколько прошло, там, меньше года, мы говорим про искусственный интеллект и понимаем, что это ни разу не шутки. И о том, что нам сегодня Дмитрий рассказал, что там ликвидировали, да, вот эту вот версию трешку, которая до четверки была по GPT-чату, что это, ну, она там за месяц уже смогла дорасти до 14-летнего, ну, как бы, да, по интеллекту эмоциям, о том, что есть факт уже самоубийства, что, ну, как бы, да, там вот этот вот голосовой, да, там робот довел, я просто не помню там эти имена и так далее, человека, то есть драматизм вот в этой ситуации. А мы, ну, как бы, с учетом того, что переполнены информацией, да, которая вокруг нас витает, и что, да, реально идет борьба уже не за наше внимание, а за близость. И вот это вот вторжение, вот, ну, как бы, вот, в пространство личное, что, ну, как бы, да, там все вот эти фильмы, да, по поводу того, что там будет, ну, и так, женский, гендерный, да, такой момент, скажу, будет там вместо жены вот какая-то там, да, подруга, там и фильмы же сняты на эту тему. Я не исключаю, что это вообще реально, ну, может быть, экспериментально уже где-то есть, просто мы об этом не знаем. Но возвращаясь к нашим, ну, как бы, людям, которые ходят по земле, да, вот, и как бы вот в реальности сегодняшних, ну, как бы, вызовов, которые происходят, и как мы можем, применяя, да, вот эти знания, уже наработанный опыт, хотя бы там в перспективе, там, пусть не пять лет, но там год-три, потому что, ну, с учетом там событий на геополитической, да, арене, вот было бы здорово услышать каждого спикера вот по этому ответу, как они это видят, вот какие-то происходят тренды, и как, хотя бы через год, вот, что нам искусственный интеллект задаст через год. Вы, ну, как бы, поддерживаете этот вопрос, тезис, уважаемый спикер, вот, если да, то, может быть, вы через какой-то свой ракурс это, ну, как бы, озвучите. Вот, Дмитрий, мы к вам, вот, ваше мнение. Ну, смотрите, да, что будет достигнуто на протяжении года, вот это здесь, знаете, вот парадокс. Очень сложно сказать, что будет достигнуто в области технологии в течение года, потому что мы находимся в области существенной неопределенности, но, в общем и целом, можно сказать, что будет достигнуто на протяжении пяти лет. То есть, вот на протяжении года вообще не берусь сказать. Ситуация меняется очень быстро, но, скажем так, текущие запущенные тренды, понятно, чем увенчаются, либо не увенчаются на протяжении пяти лет, это я сказать могу, ну, по крайней мере, свою, естественно, субъективную оценку. Я, наверное, разделю на две части, что, как мне кажется, будет реализовано и чего не будет реализовано. Я начну, наверное, с того, чего не будет реализовано. Первое. На дорогах в течение пяти лет, конечно же, не появится большое количество беспилотных транспорт. То есть, я не буду пояснять, если захотите, я там отдельный пункт поясню, я просто как бы буду так достаточно декоративно, да. Потом. Не произойдет заменой искусственного интеллекта значительное количество рабочих мест среднего и высокого уровня квалификации, да. Ну и третье. На протяжении пяти лет, вероятно, не будет сделан искусственный интеллект, именно который обеспечит исключительно логическое мышление. То есть, ну, мы просто сейчас очень так инертны в этом плане, да. Вот как вот коллега Константин как раз говорил, текущие, они даже считают, в общем, толком не умеют, и мы еще достаточно долго будем ходить по инерции. Теперь, что, в общем-то, на протяжении пяти лет, вероятно, сделано будет. Ну, во-первых, к сожалению, мы увидим достаточно большое количество видов, ну, скажем так, боевой техники, которая является автономно управляемой в различных условиях, во время мы такое живем. Во-вторых, мы увидим большое количество автоматизированных сервисов, встроенных в различные оснастки автоматизации, которые позволят нам рекомендовать многое, начиная от того, в какой вуз поступать, заканчивая тем, какие продукты выбрать для того, чтобы приготовить, например, по безуглеводной диете, в дополнение к тому, что есть в холодильнике. Ну, и, в общем-то, третье, что мы получим, то, что, ну, скажем так, существенное разочарование всех тех людей, которые попытались за полгода чему-нибудь научиться на помощь ей, потому что, в общем-то, количество фейков, оно сейчас уже запределенно будет расти, они поймут, что те знания, которые там приобрели за два, за три месяца, за полгода, они в современной среде, в общем-то, ничего не значат. И мы получим, конечно, разочарование больших групп населения, которые решили заработать по-быстрому и будут потом после этого говорить, какой искусственный интеллект плохой, и, в общем-то, это, как все это нехорошо, и почему всем так плохо живется. Вот. Вкратце, так, я от своего мнения сказал спасибо. Да, Дмитрий, благодарим. Слово передаю нашему следующему спикеру. Камиль, вот ваше мнение, ну, по поводу того, что будет там. Видите, я как бы сузила до года, а Дмитрий говорит, нет, все-таки будем смотреть в перспективе на пять лет. Вот, вот, а вы, как бы, ну, как бы, какие ваши ответы по поводу, что нам даст искусственный интеллект нейросети там в перспективе пяти лет? Да, на самом деле интересный вопрос. Я думаю, глобально действительно какие-то профессиональные специалисты, они не уйдут с рынка, я считаю, тоже переделав там пяти лет в том числе. Да, он, наверное, как-то все-таки немножечко вот рынок новичков будет сильно заменять. Действительно, надо растить как-то свои компетенции постоянно, развиваться, совершенствоваться, то есть углубление делать какие-то в софт-скиллы. Ну, на мой взгляд, вот, да, искусственный интеллект, он как-то вот хард-скиллы все-таки может немножечко заменить. Ну, если действительно так будет, такими темпами развиваться, это, конечно, может быстро произойти. Но вот все равно какие-то вот человеческие, не знаю, интуиции вот эту, вот человеческая вот эта, ну, какая-то эмпатия, да, вот это все равно он никогда не заменит. Поэтому просто системно постоянно развиваться и в целом, не знаю, вот как-то так вот, честно говоря, сложно предсказать, что будет, потому что быстро мир меняется, поэтому я даже боюсь прогнозировать. Наверное, как-то так. Камиль, благодарим. И теперь вот очередь Константина. Как он видит перспективы, что будет через пять лет, а может быть, у вас будет горизонт десять лет, а может быть, наоборот, как у меня там меньше, да, там год-два. Вот ваш комментарий. Да, честно говоря, вопрос на самом деле крайне сложный, тем более, что сейчас существует огромное количество open-source решений, которые позволяют использовать и на уровне Charger 5.2 и более. Ну, то есть, конечно, не та тройка, которую все боятся, но Charger 5.2 и вот эти 3.5, которые сейчас слабенькие, в принципе, теоретически сейчас можно собрать уже практически в домашних условиях. Единственное, что сейчас создает вот эту вот преграду, это то, что для того, чтобы просчитать, вот обучить какой-то нейросеть, достаточно мощную наподобие Charger 5.2, если вы не скачиваете готовую программу, то нужно примерно где-то 6-7 видеокарточек по миллиону рублей, которые называются они NVIDIA A100, на которых можно произвести обучение. Но сейчас открывается новый алгоритм обучения нейросетей, который требует существенно меньше, существенно более низкие вычислительные ресурсы. Честно говоря, сейчас не помню точно, как это называется, но точно это происходит. И это позволит демократизировать ИИ просто в крайне высоком степени. И на самом деле наши предсказания на 5 лет могут случайно не сбыться. На самом деле появится так же внезапно, как Charger 5.3.5. То есть появится, что типа вот какой-нибудь там студент накатал свой ИИ, который накатал свой ИИ, который накатал свой ИИ, который еще сделал свой ИИ, который теперь может, его опрокидывает Google. То есть все мы знаем, что Google тут немножко упали в своей стоимости. Ну, сейчас, конечно, они включились в гонку, это разумеется. А Facebook вообще начали в Open Source выкладывать все свои решения. Ну, потому что они просто уже чувствуют, ну, как там говорил Цукерберг, он вроде не понял, что они проигрывают. Они просто немножко перевернули игру. И теперь ИИ еще есть в Open Source. И это значит, что будут новые стартапы, что это будет новая какая-то волна именно каких-то именно решений. То есть действительно, как Дмитрий сказал, будет огромное количество легкотрудников, которые верят, что можно изучить ИИ-программирование там за 2-3 месяца по 15 минут в день. Безусловно, количество таких обманутых вкладчиков будет просто расти геометрически, потому что даже мне такая реклама постоянно приходит, постоянно приходит от того же самого скиллбокса и других вот этих вот платформ. И сейчас как раз появятся те, кто изучит ИИ, и они будут крутые специалисты в будущем. И останутся, допустим, какие-то хорошие специалисты на своих местах, которые тоже останутся на своих местах, потому что вследствие либо какого-нибудь там регуляторного вот этого действия, либо вследствие того, что у них какие-то суперзнания есть. Ну и, разумеется, все легкотрудники, все, кто любят заниматься какой-то вот ерундой и по-быстрому-по-быстрому зарабатывать, действительно, они все больше и больше будут оказываться за бортом, потому что, ну, оптимизация процессов, которые сейчас происходят, она просто безумная. И я думаю, что, возможно, через пять лет, конечно, на улице машины не будут ездить, да, автоматически это, разумеется, потому что право дорожное движение переписать, и всех надо снять с текущих машин, там инфраструктурные проблемы и так далее, и так далее. Ну, я думаю, их там намного больше, но я уже озвучил, которые вот сейчас мне в голову пришли. Но самое главное, что, возможно, поменяется картина вот именно стандартного, вот, ну, если не предпринимателя, ну, да, предпринимателя, я думаю, да, предпринимателя, потому что, когда мы только-только начинали, мы обращались ко многим, мы им предлагали сделать сайты, систему управления производством, и нам говорили, а зачем, а зачем, у нас и так все есть, и так все замечательно. Сейчас также все говорят, а зачем нам искусственный интеллект, зачем он нам нужен, что такое. И я думаю, что сейчас поменяется снова лицо предпринимательства, чуть-чуть. И это будут именно те, кто это операционно внедрили, и у них существенно будут более низкие издержки, но это будет, разумеется, тоже, в некоторой степени, конечно же, игра такая, это, ну, как повезет, то есть кто-то внедрит ИИ, у него будет все хорошо, потому что он будет в него загружать правильные данные, подходить к вопросам системно, а будут те, кто просто его купит и поставит, а потом, грубо говоря, из-за этого разорятся. То есть я знаю кучу компаний, которые просто любили, ну, как бы хотели запрыгнуть на волну ИИ, ой, не ИИ, простите, управление производством, и так далее, и так далее, покупали дорогущие установки, дорогущие станки, дорогущие программы, нанимали дорогущих специалистов, и в итоге они все проигрывали, потому что они просто оставались своим мировоззрением в прошлом, то есть когда все можно было сделать еще по наитию. Возможно, сейчас понятие наития с появлением искусственного интеллекта, оно будет еще более существенно меняться. Не берусь предсказать как, но мы искренне надеемся оседлать эту волну и создать какой-нибудь продукт, который нам позволит это дело использовать. Поэтому я предполагаю, что точно должна поменяться, точно должна поменяться внутренняя логистика во всех компаниях, связанных с производством. Это вот прям точно, потому что куча алгоритмов по распознаванию образа, куча алгоритмов по распознаванию объектов сейчас уже в открытом доступе есть. То есть сейчас уже любой школьник может себе собрать систему, которая сможет трекать перемещение любого предмета внутри своей квартиры. То есть верю, что инклюзивность тоже, я думаю, существенно преобразится, потому что сейчас появляется все больше и больше количества людей, к сожалению, не из пенсионеров, которые вот прошлой школы, а вот из текущих, грубо говоря, кто теряет какие-то возможности. И они имеют средства, они имеют уже деньги на руках, они имеют возможность покупать какие-то решения. Скорее всего, поменяется лицо инклюзивности в течение 2-3 лет. И я думаю, что рынок образования, я думаю, точно рынок образования поменяется, потому что сейчас уже не составляет большого труда составить индивидуальную траекторию просто с учетом математического аппарата, а с учетом искусственного интеллекта и большого количества кейсов это в принципе уже практически неизбежность. Так что я думаю, что мы ждем системные сдвиги в образовании, инклюзивности и внутренние системы управления техпроцессами в производстве. Как это повлияет именно на общественные какие-то явления, к сожалению, не могу сказать. Возможно, выйдет какой-нибудь там GTA 7, где персонажи будут суперноворотенными, суперуникальными, супер какими-то интересными, с личностями и так далее, и так далее. Потому что сейчас и еще используется в математическом моделировании, коллеги, но это очень широкая тема, лучше ее отдельно потом тоже выложить. Константин, вы как-то какой-то обладаете способностью, потому что еще вопрос я не озвучила, а вы уже на него практически ответили, потому что Мегалай Зиганшин спрашивает, как будет изменяться сфера образования в связи с развитием искусственного интеллекта, в частности, в гуманитарной сфере и изучении языков. И вы затронули эту тему в своем ответственности, но я вот слушая вас подумала о том, что была книга, она такая модная была среди нашего поколения, бизнес в стиле панк, сейчас бизнес в стиле искусственного интеллекта, а тут мы говорим про гуманитарные сферы, изучение языков и искусственный интеллект. Ведь вот это менторство, наставничество и вот этот дух титчера, учителя, который тебе в глаза, вот энергетика и вот магия, вот как у нас сейчас происходит определенная магия, вот такой, да, вот пинг-понг, я вам задаю вопрос, кто-то еще задает вопрос, вы отвечаете, и мы в ходе нашего дискурса приходим к каким-то еще дополнительным уточнениям и вопросам. А если мы говорим про искусственный интеллект, там протокол, и этот протокол изначально, если написан и предусматривает определенную парадигму ответов, то как же здесь человек может эволюционировать, развивать свое, есть же еще Сбербанк, даже книгу эту переводил и внедрял в своих кампусах эмоциональное мышление, где тут эмоциональное мышление и искусственный интеллект в плане гуманитарного. Переходим к следующему вопросу от нашего слушателя. Константин, что бы вы могли бы дополнить с учетом именно, в частности, гуманитарной сферы изучения языков, как будет меняться контур в свете развития искусственного интеллекта? У меня второе высшее образование юридическое, поэтому в области гуманитарности я, в принципе, довольно тоже хорошо ознакомлен. Вы знаете, на самом деле в основном все нормальные данные, наиболее интересные инсайты были получены мной, когда я читал книги. Бывало, что преподаватели указывали какую-то интересную вещь, какое-то свое уникальное мнение, которое тоже действительно мне очень нравилось и которое вызывало какой-то эмоциональный отклик. Но в принципе, на самом деле, когда обучается нейросетка, в большом счете в эту нейросетку загружаются все данные вообще, какие только могут быть. То есть, ни для кого не секрет, что на самом деле все уже давно открыто и все уже давно сказано. То есть, мы реагируем только на последовательность вот этого высказывания. И вот представьте себе, что если мы как целевую функцию в ИИ загоняем вот этот вот параметр, что человек должен все время испытывать ощущение инсайтов, чтобы у него там это был дофаминовый этот удар просто каждый раз, когда он что-то слышит. И что вот, грубо говоря, вы можете представить, что вы будете изучать, допустим, там какое-нибудь трудовое право и с каждым, допустим, с каждой новой статьей вас будет накачивать так, что вы просто в конце станете юристом по трудовому праву. Хотя на самом деле вам это предупредит. Прикольно, да. Да, да, да. Но это на самом деле это инвазивный подход. То есть, здесь как раз в ИИ, вот в образовании появится этот подход инвазивный, потому что вы можете случайно подменить личность. То есть, особенно, когда это дело касается вот неокрепших умов, вы можете его зарядить как бы дофаминовым вот этим вот пучком на любую тему вообще. То есть, вот я буду рассказывать ему про нейросети, он потом выйдет, будет, я хочу стать нейросетиологом. Потом можно его зарядить на блокчейн, он выйдет и будет говорить, что я хочу стать блокчейнером. И в итоге у них это как бы, но в итоге они ни к чему не придут, потому что есть книжка очень интересная, называется «Гибкое сознание». И там как раз про это рассказано, что у многих людей есть свои факторы, которые их подрывают. То есть, возможно, кого-то наоборот надо держать ниже, то есть, наоборот, эмоционально не окрашивать, то есть, максимально скучно им подавать, именно линейно. Тогда это будет аккуратно у них заходить в голову, и они смогут принять рационально правильное решение. То есть, вот это как раз следующий этап после того, как мы сделаем ИИ, который позволит просто быстро загонять данные в мозг, просто с минимумом отправленных битов, человек будет понимать максимуму сущностей. Я думаю, следующим будет уже, что надо будет спасать его личность от того, чтобы просто не создавать людей как раз по единому образу, как раз то, что вы до этого указывали. Так что, я думаю, что сначала поднимется эффективность, поднимется эффективность, а потом надо будет ее, наоборот, точечно понижать. Но это история не быстрая, возможно, будет как-то иначе, потому что это очень комплексное явление, их очень сложно предсказать, особенно в рамках, там буквально у меня было всего пять минут подумать, всего одна голова, к сожалению. Но я думаю, что хуже не станет, это точно. Вот я могу точно сказать, что хуже не будет. Благодарю, Константин. Ну вот как раз, да, да, здесь вот у нас же ну как бы такой академический подход у Дмитрия. Дмитрий, а вы как вот видите развитие искусственного интеллекта с точки зрения гуманитарных, да, вот дисциплин, вот как это будет нам помогать, либо наоборот не помогать? Вот ваше мнение, поделитесь, пожалуйста. Я не то, что думаю, я как бы знаю, я просто, ну один из высших руководителей Казанского федерального университета, сейчас пятый из ВУЗУ по России по приему. У нас просто со следующего года открывается сразу несколько образовательных программ в боковрятии, в магистратуре, как естественно научного блока, так и гуманитарного. Например, естественно научном блоке, например, это разработчик когнитивных систем в гуманитарном блоке, это искусственный интеллект в истории, а так вот вообще вот на текущий момент развитие технологий искусственного интеллекта привело к тому, ну вообще мне сложно говорить, это технологии искусственного интеллекта, они все были названы совершенно по-другому, Константин правильно говорит, то, что очень много было, это называется, изучили. для нас сейчас просто несет новое название, сейчас возникли ряд очень интересных наук, опять же, на наследие упомянутого мною ранее на Махомского, это вычислительная психология, когнитивная философия, которые, в общем-то, тоже сейчас начинают изучаться в ведущих вузах и которые говорят о том, каким образом мы должны воспринимать язык, речь, образы человеческой истории, наше мышление и все остальное. Это насчет того, каким образом искусственный интеллект влияет на содержание образовательных программ. А как искусственный интеллект будет влиять на преподавание образовательных программ? Ну, здесь достаточно просто, на самом деле. Ну, скажем так, для естественно научных дисциплин, да никак он не будет особенно влиять. Опять же, по много раз уже упомянутым причинам, я не буду их повторять, то, что он как бы является больше гуманитарим. Для гуманитарных информация будет проще искать, эссе проще писать, делать проще поисковые запросы. То есть, условно говоря, специалисту, например, историку, не нужно будет изучать язык поисковых запросов в Google, чтобы там найти какое-то сложное сведение, а он сможет задать вопрос на действительно естественном языке, ему дастся действительно релевантная информация, которая касается действительно его цифрового следа, облика исследований, если он дает к ней доступ. То есть, короче, еще раз, короче, внедрение технологии приводит к изменению принципиального содержания образовательных программ, они просто новые выводятся и в гуманитарной, и в естественной научной сфере, причем в гуманитарных очень много принципиально новых наук. А к тому, каким образом преподается, это очень новый, мощный инструмент для гуманитариев, который очень сильно облегчает им жизнь и позволяет радикально усилить эффективность их работы. А вот что касается замены специалистов гуманитариев. Ну, вы знаете, для того, чтобы, скажем так, придумать что-то о замене настоящего специалиста гуманитария на искусственный интеллект, для начала нужно разработать такой искусственный интеллект, который сможет дать выжимку, допустим, из поутерянного времени Марселя Пруста или основной содержательной составляющей Улиса Джеймса Джойса. Вот как бы люди способны это сделать, то есть вот на протяжении, условно говоря, 10 лет читая Пруста или на протяжении 3-5 лет читая Джойса. А вот искусственный интеллект, если, например, скормить того же самого Улиса, он просто никакой вообще содержательного вывода дать не сможет. Вот когда вот ИИ сможет воспринимать наиболее сложные творения как раз человеческого искусства и культурного слоя, вот тогда он сможет представлять какую-то угрозу компетентным специалистам. Но на текущий момент это не произошло. И вот то, что я сейчас сказал, это с высокой вероятностью не то, что там в перспективе 5, а 10-15 лет тоже не произойдет. Потому что это чрезвычайно сложно. Это одно дело воспринимать четко структурированные факты, которые можно действительно дополнять при помощи генеративных сетей, а другое дело выстраивать сложные комплексные ситуации в тех произведениях, которые однозначно вообще никак не трактуются, с которых выводы могут быть сделаны сложнейшие. Поэтому еще раз, образование будет улучшаться по контенту, и специалистам-мунитариям учиться будет легче, работать тоже. Вот такое мое мнение. Спасибо. Благодарим, Дмитрий. Ну что ж, мы уже с вами два часа в эфире, и, конечно, ну, в общем-то, как говорится, уже мы приходим к финишу, и я от своего лица вот персонально, да, очень благодарна тому, что Равиль смог вас сюда вот привезти, ну, как бы мы с вами сейчас провели эти два часа достаточно эффективно, как я это вижу, как простой обыватель, и мы будем давать дальнейшую жизнь этому контенту, и благодарим вас за то, что вы поделились знаниями, временем, уделили, да, этому вот, ну, как бы такой вот энергетический ресурс вложили свой, и, ну, как бы, собственно, будем надеяться на продолжение нашей дружбы, вот такой вот, да, вот вашего такого наставничества с точки зрения этих вопросов, может быть, это вольется в дальнейшие какие-то тоже там либо эфиры, либо интервью, либо там поделитесь ссылками там на ваши YouTube какие-то эфиры, там еще что-то, это будет здорово, потому что, подводя итог, готовясь к нашей встрече, лично я, конечно, ну, у меня такая каша была, ну, как бы, я знаю, что такое методология, как педагога, как менеджер и управленец, я знаю, что такое там те вещи, которые мне помогали быть успешным менеджером, да, и приходить в хорошем, серьезном результате, но когда я вот погружаюсь в океаны, в интернет, где куча реально мусора, я начинаю блуждать, я понимаю, что я теряю время, энергию, я начинаю даже в какой-то степени деградировать, потому что, ну, как бы, вот эти, да, коридоры непонятные информации, и вот сейчас, благодаря вот вашим выступлениям, хотя бы, ну, как бы, у меня есть дорожная небольшая карта, что вот у нас есть оплот вот в Казани, да, вот наш, вот Казанский федеральный университет, и там вот существует вот на академической основе вот такие вот построения, да, вот содержательного характера в плане того, что есть искусственный интеллект, чтобы не было подмены понятий, вообще хотя бы не путаться в терминологии, мы, ну, как бы, такой прикладной тоже портал и союз, который объединяет другие татарские порталы, вот, послушали доклад Камиле, который вот здесь и сейчас рассказывает, как можно, ну, как бы, собственно, для рекомолодателей использовать те или иные механизмы, да, есть конкурентное окружение, но у них есть свои уникальные торговые предложения, на основе которых они прокачивают свою программу, и вот, как бы, в том числе через нейросеть. И, конечно же, интересное выступление, ну, которое Константин нам тоже вот так подарил относительно вот, ну, как можно улучшить качество железни, и вот эта зашоренность, вот эти вот, знаете, когда кошмарят, у нас же люди, вообще психика, она воспринимает лучше и быстрее, и дольше, живет с негативной информацией, нежели с позитивной информацией, и чем больше, наоборот, мы будем, как бы, линковать ситуацию под позитив, и вот развенчивать вот этот вот фейк относительно, да, вот этих школ, которые вот говорят совершенно, ну, как бы, не истину, не правду, да, что там ты там три-четыре месяца, ты будешь крутым специалистом, вот это, да, вот это, чтобы разочарование хотя бы каким-то образом не минимизировать, но быть участником в пропаганде правильной информации. Я вот интуитивно, видимо, правильно почувствовала, что в чем сила, да, вот, ну, как бы, ну, как бы, в чем сила, в чем правда, я уже запуталась, в общем, помогите мне, здесь, ну, как бы, правда в том, что нужно, ну, как бы, да, слушаться экспертов, и хорошо, что они есть, и они в том числе поделились своими знаниями и опытом на нашем портале Питер Татар, поэтому я благодарю, и всем же вам желаю процветания, эволюции, и единомышленников, и чтобы ваши проекты, они имели в правильную, ну, как бы, динамику развития, и были, как это называется, не навредить, а только вот в лучшую сторону, вот. Равиль, вам слово. Да, спасибо большое, Катифа, да, мы подходим к концу, большое спасибо, хочу поблагодарить наших спикеров за такой большой, грандиозный труд, такой интересный доклад, дискуссию, и идеи, которые они предложили, подчеркнул, это очень интересное, ваш труд будет оценен по достоинству, и желаю вам удачи, успехов в ваших работах, проектах, исследованиях, и я надеюсь, что мы, может быть, еще, не знаю, в конце года, или, может быть, в следующем году пройдем еще одну встречу по искусству лекту, и знаем, что же еще у нас появится интересного и поменялся в нашей жизни. Вот такими прогнозами. Спасибо большое за эфир. Спасибо, Равик. Спасибо большое. Спасибо. Мы тогда переходим к кульминации в плане уже такого регламента Питер Татар, портал, который объединяет и в том числе союз татарских порталов, конечно же, сегодня провел достаточно насыщенную, интересную встречу с экспертами, спикерами по искусственному интеллекту, по нейросетям, и мы благодарим их. Якова Ганединова, журналист и российского конгресса и этнежурналистов, все, что связано с аудентикой и национальным вот этим духовным кодом, конечно же, тоже, послушав все, что сегодня прозвучало, свои какие-то, ну, сделала выводы, и они, слава богу, имеют такой позитивный какой-то такой, знаете, эмоциональный заряд, потому что есть, есть на что опираться, есть специалисты, в частности, в нашей республике Татарстан, в Казани, которые на доходчивом, на человеческом языке нам дают важную информацию для того, чтобы просто не заблудиться вот в этом огромном-огромном лесу, о котором рассказывал Дмитрий. Итак, всем благости, всем хорошего настроения и Питер Татар с вами был и до новых встреч.